Интернет полнится историями о падении ютуберов. Нам всем нравится следить за этим, видеть, как кумиры миллионов заканчивают свою карьеру в безвестности, теряют всеобщую... Ну, на самом деле, не особо. Я бы не сказал, что... Ну, следить за этим интересно, а вот радости от этого не особо. Я бы сказал, даже как-то грустненько. ...уважение и статус, и обретают забвение. И чем дальше двигается история, тем больше шанс, что твоим таксистом в этот раз может оказаться кумир детства. На одну историю успешного выхода на пенсию приходятся сотни других, где ютуб-карьеры заканчивались крайне печальным образом. Но нет ни одной настолько же печальной и зрелищной истории падения, как самоличное уничтожение карьеры Айдабза. Истории, которая превратила кумира интернета, героя свободы слова, мемного короля своей эпохи, в печальную скучную копию самого себя, над которой смеется весь интернет. А его канал за последние пару лет потерял добрые 700 тысяч подписчиков и продолжает лететь вниз, утопая в дизлайках. Но что же произошло с любимцем интернета? Как его судьба поверглась в это? Надо постараться, чтобы от тебя сотнями тысячи отписывались. На самом деле. Я даже не знаю, что он сделал. Направление. И почему его преследует странный бородатый конфетный человек? Леди и джентльмены, присаживайтесь поудобнее. Потому что в этот раз будет весьма интересно. Вообще, я знаю, например, драмы, в которых миллионы подписчиков теряли. Но это касается косметического ютуба, поэтому, конечно же, Дэппи об этом не будет рассказывать. Ну, естественно, он как бы не интересуется этим. Хотя, кто знает, куда его занесет? Ну да, он в основном именно берет игровых блогеров или связанных с развлекательным чем-то, что ему интересно. Это как бы правильно и логично. Потому что, извините меня, сидеть и разбираться в каком-то блогере, который там занимался косметикой и прочее, может быть не совсем интересно. Ну, для этого существует драма ютубера, которые про это рассказывают. Именно. Логично. Что у них забирать работу? Я просто к тому, что такие ситуации случаются. Да, это довольно часто. И кто-то выкарабкивается из них, а кто-то идет на спад из нас спада. Знаешь, наших русских ютуберов тоже довольно много, кто относительно канул в никуда или же засел где-то и застрял на какой-то отметке подписчиков и барахтается именно в том самом месте. Хотя казалось в свое время, что они там догонят того же Пьюдипая или еще что-нибудь такое. За то, что сделал много обидного и опасного контента на этом канале. Я гей. И также я создал культуру апатии и также жестокости. Как можно создать культуру апатии? Возможно, не очень правильно перевел или он просто не совсем то хотел сказать. Но апатия это не совсем то, что можно создать. У тебя либо есть апатия, либо нет апатии. Говорю как человек, у которого она присутствовала. Может быть, под апатия тут отсутствие эмпатии имелось. Ну, хз. Ввиду, ну тогда странненько. Эй, а это неплохо. Некоторые видео были очень... Даже не резкими, я бы сказал напрямую жестокими. Как вы сюда попали? Могли бы сказать, что есть путь попроще. Я делал обидный, приносящий... Ну, кстати, я не помню у этого, у эстеркейка, было про Айдабза или нет. Но что-то я про него слышал где-то. Ну, а Дэдпиф его в предыдущих видео затрагивал. Ну, понятно, нет, я именно более разверну. Не затрагивание, а именно его историю немножко слышал. Возможно, возможно. Мне еще ютубер попадался по типу эстеркейка, не помню, как был, короче, тоже. Я просто помню конкретно вот этот самый костюмчик, который любит добряк на себя тоже одевать. Чеболь контент. И мне нужно признать это, и мне жаль, что на это ушло столько времени. Ладно, в этот раз это лично, ведь нам придется вернуться в лучшую эпоху интернета. 2015 год. Именно в то время, когда я начал смотреть англоязычный ютуб и параллельно играл в Call of Duty в своей универской общаге, потягивая Pepsi. Это было лучшее время, ведь именно тогда зарождались легенды. Это был дикий запад, где можно было делать почти все, что угодно, и говорить какие угодно слова. Это было время трэша. И, собственно говоря, после этого как раз оно все и начало меняться потихонечку, начали закручивать гайки везде. Потому что люди не видели берегов и сами себе выстрелили в ногу. Ну да. Я, собственно говоря, как раз-то в 2015 и начал. Грубо говоря, в начале 2015. Но что-то как-то туда-сюда телепался и как-то странно все делал. Хотя даже в то время, начиная стримить на том же Твиче, если бы я был умнее, наверное, оставался бы на тех же играх и более тщательно в них играл. Но бывало на почти нулевом канале, там и под 30 зрителей могло быть. Просто вы жалуетесь, что вам запретили пердеть, но запретили из-за тех, кто, собственно, спускал с подливой. Понимаете? Ну да. Ну, банально я сегодня узнал и освежил в памяти, потому что я вроде это уже слышал, что на Твиче, допустим, запрещено слово «куколт», потому что его стали использовать как оскорбление. Хотя это сексуальный кинг, по идее, просто и все. Да. Все что угодно и говорить какие угодно слова. Это было время трэша, время смелых идей и не менее смелых людей. Особенно, когда не было даже в помине такой вещи, как желтый значок монетизации. Для тех, кто сейчас смотрит это видео и не застал тогдашний ютуб, многие вещи, которые там были возможны, покажутся сейчас дикостью и чем-то совершенно неприемлемым, что еще раз подчеркивает, насколько мировая культура и общество изменились за 8 лет. В то время самые громкие имена на ютубе еще не успели стать мультимиллионерами и делали контент, который во многом определял эпоху и менял правила игры на регулярной основе. Это было действительно время становления интернета, когда подросло первое поколение полноценных интернет-юзеров и ютуб стал тем самым местом, где многие из них получали свое воспитание и моральные ценности. И представить это время без Айдабза практически невозможно. Иэн Кейн Вошберн родился 1 октября. Не знал о нем, особо не слышал о нем. То, что я сказал, вот, что слышал и все. Сам как о ютубере и о существовании его канала вообще никогда не слышал, не знал. Видел чисто вот этот мем с его костюмом, по-моему, и все. В остальном он был для меня абсолютно никем. Вряд 1990 года и получил степень бакалавра по бизнес-менеджменту в Калифорнийском университете штата Сан-Маркос. Родители надеялись, что он пойдет искать работу, но ко времени выпуска канал Иэна на ютубе зарабатывал уже достаточно, чтобы перерасти в полноценную работу. Иэн очень много экспериментировал со своим контентом и делал то, что им нужно делать, если ты хочешь пробиться на ютубе. Пробовать разные штуки и кидать их на стену, пока что-то не прилипнет. Поначалу это были летсплеи, которые никто не смотрел, и там Иэн был вполне спокойным молодым человеком, который просто делился своей любовью к играм. Но затем он придумал очень крутой формат, который позволил ему пробиться поначалу. Тогда набирал популярность сайт Kickstarter, где каждый желающий мог предложить свою уникальную идею и собрать на нее финансирование от людей по всему интернету. Иэн находил самые нелепые страницы на Kickstarter и строил на их основе целое юмористическое шоу с крайне похабными шутками и оскорблениями. Второй популярный формат — это... Ну, понятно, в то время такой формат очень часто был, потому что было можно, и, собственно говоря, многие на нем раскрутились. Снэл Кик разве не чем-то таким занимался? Я не помню, но что-то подобное у него было, один из. У него ж, по-моему, не то, что БМ1 был. Сначала он был прикольным, а потом он стал очень душным. Этот, как его... Правда, вот далеко не все смогли удержаться и остаться нормально в интернете, и не скатиться хуй знает куда, либо вообще не отлететь в бан, кто занимался вот таким вот контентом, высмеивая кого-то еще. Ну, типа, подкалывание, высмеивание и прочее, оно никуда не денется и никогда не денется. Это не то, чтобы не норма, но и не то, чтобы норма. Это, типа, наша жизнь. Но суть в том, что надо знать меру в этом всем, а не впускаться во все тяжкие. Ну, понятное дело, что зрителям там смешнее и веселее во все тяжкие, естественно. Это плохие анбоксинги, где зрители заслали... Если этот человек оступится, его будут высмеивать точно так же. Конечно. К этому тоже надо быть готовым. Ну, многие из них об этом не думают. Вообще, если ты начал в интернете что-то делать, ну, будь готов к тому, что будет критика, говно и прочее. Второй популярный формат – это плохие анбоксинги, где зрители засылали Иену тонны различных посылок по почте, а он открывал их и пытался понять, что это. И да, ему присылали некоторые вещи, которые открывать не стоило. Уже на тот момент стало ясно, что Иен хорош в импровизации и не имеет абсолютно... Кто бы сомневался, что пришлют хвостик для косплея Китсуны. Никаких границ или комплексов. Для него нет запрета на любые ругательства, темы и так далее. Больше, честь того, что он говорил, я не могу вставить в видео, потому что спустя 8 лет за такое можно спокойно отлететь. Но это была его стихия. Его называли первым в своем роде анти-ютубером, который, в отличие от остальных, не стремился быть дружелюбным для брендов или вообще хоть как-то фильтровать свой контент. Это было что-то настоящее, искреннее, и оттого намного более близкое для людей, которых раздражал все нарастающий градус политкорректности в обществе. Но Айдапс настолько... Да нет, на самом деле он просто был готов на все, что угодно, лишь бы у него росли просмотры и подписчики, вот и все. Ну да. Просто пошел другим путем. Да, если с учетом того, что он говорил, что он сначала снимал летсплей, и он там был довольно спокойный и прочее, далеко не факт, что это вот то, что он делал и юморил, что это настоящий он, а не образ. Вероятнее всего, как раз-таки это образ. Просто на самом деле спокойно расслабленное общение перед камерой это гораздо большая зона комфорта, нежели чудесатые выходки. Но в то время как раз-таки больше любили вот шебутное, чудесатое, вот это вот все. ... которых раздражал все нарастающий градус политкорректности в обществе. Но Айдапс настолько ломал все эти рамки, что спокойно говорил слово на N. Да, то самое слово на N, которое нельзя говорить сейчас нигде. И к тому же кучу других запрещенных сейчас слов, вставляя их буквально в любое предложение. Он объяснял это тем, что создавая такое большое табу из этих слов, мы даем им невероятную силу. Он же, используя их в своей повседневной речи, лишил их для себя хоть какого-то значения. Это очень важный урок в критическом мышлении. Было ли такое, что вы с друзьями так часто использовали слово, что оно потеряло свою изначальную мощность, и в конце потеряло все свое значение? Вы скажете, да, ведь это происходит постоянно. И я использовал его так часто, что оно ничего не значит для меня. Так что все вы люди, которые так возвышают эти слова, вы даете им силу, которой вы так хотите, чтобы у них не было. Силу этим словам дают не те, кто их возвышает и еще что-то, а скорее те, кого эти слова обижают. Если люди, которых они обижают, будут эти слова игнорировать и забьют на них хер, эти слова уже и перестанут использовать как оскорбление. На самом деле это все работает так. Может быть, существует совершенно невинное слово, например, обозначающее какое-либо нейтральное животное. Но человек его возьмет с целью кого-либо оскорбить, и из-за контекста это слово станет оскорбительным. А дальше все начнет раскручиваться. Дело даже не просто, не немножко не в том, дело в том, какой смысл вкладывает у него человек, который его произносит. Но люди, которые запрещают слова, они этого не понимают. Я же говорю, ну мне кажется, дело не только в этом. Не то, что только, чтобы он вложил в это слово оскорбительный контекст. Еще и если человек все-таки возьмет и оскорбится, и люди будут дальше оскорбляться, и это будет расползаться, а не просто такие, что ты ляпнул, господи, успокойся, или забей, или просто будут игнорировать, тогда слово просто-напросто, даже если в него будут вкладывать оскорбительный контекст, оно не сможет стать оскорбительным, вероятнее всего. Это, как по мне, примерно то же самое, что с хулиганами, которые предстают. Но не со всеми словами это сработает. Просто дело не в слове, дело в намерении. Ну да, конечно. Когда человек видит, что его намеревается оскорбить, что его, тогда он и обижается. По факту. Ну есть, конечно, нежные писи, которых нейтральные слова оскорбляют, но это супер тупо. Ну, лично мое мнение. Да. Все слова можно говорить, либо никакие нельзя. Сейчас есть куча случаев, когда людей отменяют за намного меньшее, когда карьеры разрушаются от случайно сказанного слова в пылу игрового матча. То, что Педипай сказал слово на N на мосту в 2017-м, играя в PUBG, повлекло за собой полное отрезание всех его контрактов, мейнстримных возможностей и даже привело к появлению желтого значка на Ютубе, чего раньше банально не было. Так вот, кто виноват. Но тем не менее, ну да, он, скорее всего, был финалом, самым большим этим, самым большим случаем. Но по факту, Пьюдипай же на Ютубе все так же есть, все так же выжил, и ничего с ним не случилось. Он все так же огромный блогер. Я это так чисто к примеру того, что вот они там раскрутились на всякой херне, тот же Айдапс и прочее, и канули в лету, и от них начали отписываться. Ну, надо было просто в какой-то момент взять свои яйца в кулак и адаптироваться под нынешнюю ситуацию. И казалось бы, Айдапс должен был считаться нерукопожатным фриком, но все было наоборот. Он стал мейнстримом и настолько грамотно подавал свою персону, что по сути для многих являлся тем самым лучом здравого смысла в омуте безумия современного интернета. Он коллаборировал с бесчисленным количеством топовых ютуберов того времени, например, корешился с H4H3 и ходил к ним на видео, снимал интервью с крайне уважаемым ютубером по популярной науке Весосом, и даже появился в музыкальном клипе с Пьюдипаем. И всегда это было просто уморительно и потешно. Кто это? Иэн, с канала Айдапс. О, здоров, чувак, чё как? Всё окей, я пришёл снимать видео. Слушай, у нас проблем с ходной дверью. Она не открывается, нужно обойти, сзади есть дверь. Ты можешь обойти? Да. Там типа задний двор? Да, там легко зайти. Иэн, мы тут. Да. Окей, а как? Как я заберусь? У меня пожарная лестница. Я не знаю, что сказать, все так заходят с тех пор, как сломалось дверь. Да, окей, всё нормально. Ты чё с бармитсвой? Чё за костюм? Не, я просто думал... Мы же цивилизованный класс, я думал, нормально снимем видео, без подколов и приколов, но очевидно, ты подкалываешь меня. То есть страховку пришёл продавать, или снимать смешное видео? Я не понимаю костюм. Слушай, была хорошая скидка, я хотел быть в костюме на видео. Слушай, это не тот чувак, который заставил меня забираться по трубе. Печально, что моя дверь сломалась. Ясно, понятно. Она сломалась, когда ты открыл ту дыру и заставил меня карабкаться. Ты ничего не сказал про это. И потом моя дверь перестала работать. А, окей. Прямо довременно перестала. О, как это мило. Погоди, я скину лестницу. Мы в нашем доме, любим быть ко всему готовыми. О, вау. Ебан. Я так и думал, что там ещё и лестница такая уёбская, по которой сложно залазить будет. Ну, это прям не полностью верёвочная, конечно. Ты просто её скинул, чувак. Но всё равно тяжело. Было бы круто, если бы у тебя была нормальная лестница. Ты хорошо? Простите за нашу дверь. О, да. А мне интересно, а как я выйду из дома? Через дверь. О, о, это... Видеть, как Айдапс коллаборировал с великими ютуберами того времени всегда приятно, ведь под всем этим этжовым и провокационным контентом скрывался очень талантливый и эрудированный юноша, который отлично мог обыграть любую ситуацию в комедийном формате и так, чтобы это выглядело максимально естественно. В его видео с Висосом они обсуждают разные комедийные жанры, параллельно заезжая на двух гироскутерах в Макдрайв держать за руки, чтобы это считалось как четырёхколёсное транспортное средство. Не, серьёзно, это была лучшая эпоха интернета. Но также тут Висос восхищается тем, как Инн может создать что-то из ничего. Вы, должно быть, видели следующие клипы. Висос рассуждает о том, как обычные фразы, сказанные Иэном, становятся мемами. И эти мемы затем используются по всему интернету и в куче видео с мемными компиляциями, нарезками геймплея и так далее. Затем... Ну, есть у чела харизма. Ну и плюс то, что у него много подписчиков. То, что он... Ну, было много подписчиков и то, что он творил какую-то фиговину, которую никто до этого не делал или делал как-то по-другому. Это всё в совокупности и работало. Подписчиков много, они форсят его и в итоге это идёт в мейнстрим. Так-то понятное дело, что дело не только в подписчиках, а в том ещё, что у него есть харизма и у него, допустим, прикольно получается. Иначе у него не было столько подписчиков бы. Ну да. Логично. Но суть в том, что... Ну, блин. Хотя, опять же, да, не у всех, у кого куча подписчиков, а они в мемы уходят. Ну, допустим, тот же Купленов. Часто у него всякие фразочки уходят в массы его подписоты, а потом форсятся дальше. Это нормально. Я возвращаю весь трафик к изначальному источнику, которым и является Айдапс. Вы могли не знать, кто это, но его лицо вы точно где-то видели. В этом частично и заключаются причины его оглушительного успеха, ведь о нём знали даже те, кто его не смотрел. И его лицо само по себе стало мемом. Смотря очередное его видео, ты не знал, на какой секунде будет следующий эпохальный мем, который будет затёрт до дыр в ближайшие годы. Можно сказать, что Айдапс захватил интернет, но это было только начало, ведь его главная коллаборация всегда была с папой Фрэнком. Если вы не знаете, кто такой Филси Фрэнк, то вы пропустили один из самых важных пластов истории. А, про Айдапс я не смотрел, я смотрел про как раз-таки вот Филси Фрэнка. У-у-у, Истер Кейка. Интернета. Джордж Миллер сейчас известен как популярный музыкант Джоджи, любимый девочками-кейпопщицами. Но это сейчас. А тогда Филси Фрэнк был на острие копья мемной неполиткорректной культуры интернета. Он делал бешеное количество контента. Самые неудобные фриковатые пранки в истории пранков. Уроки японского, где он учил людей ругательством. Такие великие монументальные видео, как коляску на прокачку. Ну и, конечно же, его похождения в образе розового чувака. Филси Фрэнк делал то, на что не осмеливался никто другой. Создавал лучший контент, который знала эта планета. И то, что они с Айдапсом закорешились, было настолько логично. Вот Филси Фрэнк, по-моему, ушел просто потому, что ему надоело или что-то такое. Я не по... Хотя я могу ошибаться, но, по-моему, его не отменяли ничего. И не банили. Или наоборот забанили. Лучшая комба, которую знал интернет, это Филси Фрэнк, Айдапс, Макс Мофо и Энисинг Фор Вьюз. Вместе они создали кучу контента, но самой безбашенной была тортовая трилогия, которую буду показывать очень осторожно. Ведь это контент, который был почти практически вырезан с лица интернета, и не просто так. В первом выпуске они напивались и готовили торт из того, что из них выходило. Во втором... Неудивительно, что это выпилилось из Ютуба. ...не брилли Айдапзаналоса, что сдабривалось дюжиной шуток про рак и делали из этого волосяной торт. Ну а в третьем они собрали ДНК кучи топовых ютуберов и делали человеческий торт. И если что, торт в каждой из этих частей они действительно пытались есть. Правда все выходило обратно. Окей, сейчас вы скажете, что это мерзко, и это чистая правда. Это отвратительный. Сейчас, я бы никогда, если бы это увидел, сказал бы, что это мерзко. Я никогда не понимала такого контента. Извините, пожалуйста. Ну да, мне тоже такое не особо нравится. Это как это, как говорить людям это, посмотри Two Girls One Cup. Ям, то на меня смотрели немного странно. Но это интересно, во-первых, из-за искрометного юмора и непередаваемой атмосферы этого квартета талантливых ребят, которым на все плевать. А во-вторых, того, насколько этот контент растягивал границы возможного на ютубе. Ведь пока эти видосы не были удалены, они собирали десятки миллионов просмотров и были на главной странице. Это смотрели все. Школьники, работяги, буквально все. И даже те супер бойцы за социальную справедливость в 2023-м, можете быть уверены, в середине десяток смотрели все это и смеялись. Это было как современный трэш-стрим, только более трэш-шо, с бюджетом, режиссурой и комедийными таймингами. Настолько отвратительно, но ты не мог оторвать глаз. Но даже это не является пиком контента Айдабза. Вы, должно быть, заметили, что в последние годы стало очень много... В принципе, что ожидать от человека, у которого в нике есть Филси, если Филси, это буквально означает заплесневевший. Вот такой вот, ну, короче, мерзкий. Ясно. Разоблачение на Ютубе. Есть действительно крутые... Вы, должно быть, заметили, что в последние годы стало очень много разоблачений на Ютубе. Есть действительно крутые штуки, которые показывают некоторых блогеров как абсолютно неприятных людей, которые, к тому же, частенько любят обманывать свою аудиторию, в том числе и с помощью денежных махинаций, особенно с криптовалютой. Однако, возросшее в последние годы количество этого разоблачительного контента не перерастает в качество. А чего мы видим целые каналы, посвященные чуть ли не еженедельным разоблачениям, наполненным водой, несмешными шутками и слабыми аргументами. По сути, видео, сделанные ради видео, а не чтобы показать, что какой-то человек действительно является не тем, за кого себя выдает. Но это все равно собирает просмотры, ведь нам нравится видеть, как ломается чья-то Ютуб-карьера буквально в прямом эфире. Это та эссенция, та вкуснятина, которой нам хочется. Но Айдабс был не из таких. Когда его называли анти-ютуберам, также подразумевалось, что он противопоставлял себя многим успешным постояльцам платформы того времени. И все это вылилось в самую успешную рубрику на канале под названием Content Cop или Контентный полицейский. Это были даже не разоблачения, а скорее видео про ютуберов, которые раздражали лично Иона. И учитывая его влияние, огромные связи, мега популярность и узнаваемость, его видео могли просто-напросто уничтожать другие каналы и репутацию их владельцев. Более того, эта рубрика определяла мету ютуба и то, что считалось позорным, а что нет. Например, в одном из ранних выпусков он издевался над ютубером под ником Jinx, который занимался реакционным контентом. iDabs высмеял Джинкса за то, что все его видео это буквально чужой контент с вебкой в углу и минимальными комментариями. Это как его, господи, Снайпер Вульф? Только раньше и только мужик? Я помнила, помню насчет этого его рубрики точно. Насчет вот этой вот рубрики? Да. Филти грязный? Ну. Там у английского не одно значение. Это расширенное значение именно вот это все. Это грязный в смысле запущенный. Потому что дёрти это тоже грязный. Дёрти это просто испачканный. А филти это то, что покрылось слоем там пыли, плесени, паутины, вот такое. Нести это тоже по-своему грязный, но в другом значении. Да. Так что, да, английский он такой. Так и любой другой язык. Ну, в принципе, да. Это был удар под дых всей реакционной части Ютуба, которая теперь стала считаться чем-то посредственным, ленивым и в какой-то степени даже банальным воровством чужих видео. Джинкс не стерпел и вызвал айдап за набой, что сразу же подхватили другие ютуберы и началась подготовка к битве века. Хочешь узнать, как я набрал такую шикарную форму? А как ты набрал такую шикарную форму? Посмотри-ка сюда. Я так разочаруюсь, если он не по... батончики-нёрдсы или что-то такое. Он говорит 4 марта, все говорят 4 марта, даже чел, который все это устроил. Это день боксерского поединка. Они спросили, ты готов? Я сказал, что купил билеты, без проблем. И айдапс готовился, он нанял себе тренера, несколько месяцев сидел на диете. Косплей этого Рокки. Да, Рокки, серый костюм спортивный. Ну да, и места, и то же самое, вот это похоже, да. Мне нравится, чел сам минимум делал комментариев, судя по всему, делал посредственные реакции, оскорбился и вызвал чела на бой. Типа, ну, нет бы задуматься при этом, как там вы просто принять, что, наверное, надо больше говорить, или вырезать, когда я молчу, или еще что-то. Надо как-то трансформировать свой контент. Да, сейчас вообще у американских ютуберов очень часто вообще вы не увидите особо оригинальный ролик. То есть, как у нас, такого не будет. Еще надо было сказать спасибо за пиар. Ну, кстати, да. Бесплатный, да-да-да. Ну, и понятное дело, почему он оскорбился. Все мы такие, это когда нас не трогают, типа, да что он оскорбился, когда нас тронуло, фиг его знает, как ты там среагируешь. Ну, да, я же говорю, получается, у заграничных, не русских, не СНГшных реакционеров, у них же у всех, получается, очень редко есть изображение вот в таком формате, как у нас, или вот в таком формате, как у большинства, что прям на весь экран изображение. Хотя сейчас очень мало людей оставляют, ну, типа, очень малого количества людей на весь экран уже видосы. Потому что, я, кстати, заметил, что сейчас очень мало, вообще почти нет комментариев, они все, почти что исчезли насчет того, что, а, сделай видео больше. Я заметил. Ну, потому что, у всех, ну, у большинства, как у нас уже, не на весь экран изображения. Тот же Форд, Макландау, у них же тоже уже не на весь. Почему так? Потому что, потому что, потому что, потому что, не, тогда, ну, вообще, это для того, чтобы, во-первых, мы занимали часть экрана, и это не считалось копированием контента, чтобы видос не был на весь экран, и, опять же, это не посчитали перезаливом. Я делал это с такой целью. Ну, и, собственно говоря, в таком варианте мы не закрываем ничего от видоса. Мне очень не нравилось, что мы часть видоса могли закрывать собой. ...форму, набрал мышцы, и действительно серьезно относился ко всему этому. Многие воспринимают вызов на боксерский поединок среди ютуберов, как просто обычную шутку, но iDabs действительно вложил в это кучу времени и сил, и средств. Однако, затем поступил звонок. Че, как дела, селибрити боксинг? Чего? Джинкс испугался, бой и слился? Он испугался меня? Испугался со мной драться? О, ну это так, это так. Мне так жаль это слышать, я хотел с ним так сильно подраться. Ну, окей, поговорим позже. Окей, ребят, бой с Джинксом официально отменен, он слился. Даже после того, как сказал, что iDabs трусишка в Твиттере. В итоге, он трусишка. Так что самое время нам закончить всю эту битву Джинкса и iDabs'а. Он ушел из реакции. А теперь мы уходим от Джинкса. Пока, Джинкс. Называть контент копа... То есть, чел завыпендривался, потом ссыканул, слился и перестал делать свой контент, получается. Ну, конечно, не факт. То, что он сказал, что он ушел из реакции, это далеко не факт. Но мне интересно, как было прям вот на самом деле, реально он ушел или нет. По разоблачениями было бы слишком неправильно, ведь как такового разоблачения там не было. Это скорее провокация, которая заключалась в издевательстве над контентом, над фишками конкретного ютубера, над его манерой подачи, повадками, поведением в соцсетях и так далее. По сути своей, это не могло сильно навредить, но было нацелено на получение реакции того, на кого делается разбор. Контент копа принято считать убийцей каналов, но по факту большинство тех, на кого делалась эта рубрика, разрушала свою карьеру самостоятельно. Пытаясь ответить Айдабзу. Тот же Джинкс смог и дальше заниматься тем, что он делал, но вызвав на поединок, поднятием огромного общественного внимания к этому и последующим сливам, он окончательно уничтожил себя в глазах общественности. То же самое с Таной Монгью, на которой Айдабз сделал следующий выпуск контент копа. Кумирша маленьких девочек, которая проповедует в своих ленивых влогах правильные идеи, параллельно впихивая им ширпотребный мерч в три, дорогая. Но то, к чему придрался Айдабз, это ее лицемерие. Ведь хоть она и использует во многих моментах слово на Н, в то же время предъявляла Иену за то, что он его использует. Танна кричала о том, насколько это неприемлемо, и вообще он расист. А она использовала это слово, ведь выросла в неблагополучном районе и не знала, что так, оказывается, нельзя. В итоге... Да кому ты пиздец, а почему... То есть, серьезно? А че ж ты тогда узнала и начала предъявлять ему, а не в первую очередь начала делать видосы и извиняться за то, что, ой, извините, я не знала. Крыса хитрожопая. Ты понимаешь, это другое. Да нет, это то же самое. По факту. Иен приехал на Танофест, целый фестиваль, где Тано выдаивала подписчиков на деньги, подошел к ней сфоткаться, и перед тем, как она успела что-либо сделать, сказал вместо «скажи сыр» немного другое слово, именно то, из-за которого все и началось. Поступок довольно фриковатый. Айдап, в принципе, славится тем, что является человеком без тормозов, что касается его комедии. А что ты ожидала? Ты даже не узнала его, что ли, че шо? Это сильно, это сильно. Конечно, тут постараться не умереть внутри от собственного кринжа, когда ты это делаешь. Ну да, тогда за это слово еще не так сильно, не так это, не отменяли и так сильно не ебали на платформах. Айдап, в принципе, славится тем, что является человеком без тормозов, что касается его комедии. Но даже так, Тано уничтожила себя, когда в следующем видео показательно плакала на камеру и выставляла все так, как будто она была в смертельной опасности. Да и вообще, Айдапс это маньяк, который опасен для общества. В итоге, Айдапс все так же вышел победителем и забрал еще одну карьеру. По крайней мере, так считала. Она пытается выглядеть испуганно и заплаканно. На самом деле, она просто не смыла макияж перед сном. Проснулась и стала снимать видео. Мне это видится именно так. Потому что люди, которые напуганы, выглядят не так. Так вот, девчуля, у которой ночевал не какада и снимал ее, вот это она выглядела действительно обосравшись. Это как бы... Ну, блядь. Конечно, у нее стресс и паника. Она же боялась, что он ее сожрет. Ну, потому что... Ну, он же ее... Он приватную жизнь ее наснимал и ее шантажировал. И диван обосрал. И обосрал ее диван. Не, он, по-моему, другой обосрал диван. Да? Да, он другой мукбангер диван обосрал. ...детелем и забрал еще одну карьеру. По крайней мере, так считала общественность. Но это были лишь цветочки. Дальше Иэн пошел за большими игроками из тех, с кем у него была примерно общая аудитория. Кстати, напоминаю, у нас есть бусти. И там есть реакции, которых нет на ютубе. А еще мы там смотрим аниме. Ну, и скоро, скорее всего, будем смотреть не только аниме, походу. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ссылка заключалась в том, что Ким Стар видел споры среди ютуберов, приглашал их к себе на подкаст и всячески провоцировал между ними общение, чтобы высосать из этого контент. Когда же люди не хотели к нему приходить, он начинал вкидывать про них всякие гадости, типа того, что они PDF-файлы и так далее. То есть подталкивал их к тому, чтобы прийти на его шоу и начать оправдываться. Айдапс назвал его пиявкой ютуба, а из-за того, что Ким Стару за 40, и он лысый, его окрестили гномом. Это запустило огромную цепную реакцию, где другие ютуберы, которых тоже задолбал Ким Стар, начали про него высказываться, отбросив страх, что он им отомстит. Айдапс стал моральным ориентиром и тем самым стержнем, который помогает избавляться от очевидно вредоносных ютуберов. Но Ким Стар, зная, как все это работает, не стал закапывать себя дальше. Он выложил видос, в котором говорит, что все по факту, он мразь, и вообще он фанат Айдапса. Я наконец-то посмотрел видео Айдапса от начала до конца. И многие просят от меня официального ответа. Сначала я думал, что он обманывает касательно личных сообщений, но нет, затем он показал мой ответ. Я считаю почти невозможным спорить с людьми, которых нахожу смешными. Айдапс знает, что я давно смотрю его видео, что я его фанат. И он валяется на полу с гномами и попкорном и всем таким. Я не зол, это смешно. И типа... Я люблю видосы этого чувака. Выглядело это скорее как смех сквозь слезы. Но Ким Стар... Он поступил самым правильным образом. Он не стал агриться. И оправдываться, агриться и прочее. Стар так или иначе смог сдержать удар и остаться на плаву, чтобы зарабатывать свои миллионы дальше. Что действительно сделал контент-коп про Ким Стара, так это вскрыл настоящий измененный гнайник. Ведь раз стало популярно хейтить Ким Стара и все это делают, то его так называемые друзья LeafyIsHere и GrayDayAnderay решили также заработать денег с монетизацией, воткнув своему другу нож в спину на общем хайпе. Это все общее заблуждение. Да, про это, по-моему, Дэд Пи тоже говорил. Я помню. О том, как это произошло. Потому что iDabs выпустил контент-копа про меня. Первый час я потерял 300 подписчиков. А потом снова начал набирать. Многие пришли поставить дизлайк. Но я не потерял сабов. Совсем не потерял. Слушайте, штука с Ким Стара, и Дабзом смешная. Есть куча клипов, где я веду себя как мудак, и это... часть прикола, то, кем я являюсь онлайн. Это хорошее видео, с ним все в порядке. А вот через месяц два человека предали меня. Leafy is here, Gray Day, Андерей. Они увидели, как поднимался этот хейт. Они хотели предать меня, ведь мы были друзьями, мы сидели в скайпе каждый вечер. Основным действующим... Я вообще не понимаю, нахуя это делать, когда ты, блядь, с человеком общаешься каждый день, и вот такую вот хуйню вываливаешь. Это какой мразью надо быть? Это хренеть просто, что... Я не знаю, ну, друзьями они явно не были. Пуцом тут является Leafy is here, про которого был один из предыдущих выпусков. А, ну вот, да. Вкратце, это молодой парень, который поднял состояние на ежедневном буллинге школьников и людей с ограниченными возможностями в своих видео. Это человек, который никогда не упускал возможности нажиться на хайповой теме, что он сделал и в этот раз. Leafy по старой привычке взял и предал Ким Стара, с которым корешился долгое время. Ну, кстати, вот сравнивая мудака Leafy и того же iDubbs'а, iDubbs гораздо менее отвратительный. Ну, типа, он вообще не выглядит, на самом деле, отвратительной персоной и как человек, который кого-то там булил, еще что-то и прочее. Даже его вот этот контент-коп не выглядит как призыв к травле, в отличие от того же Leafy. С его, это, токсичной аудиторией школьников. Лиффи выдаил тему досуха, сделав десяток видео о том, какой Ким Стар плохой. Это было слишком просто, ведь после видоса iDubbs'а Ким Стар стал целью номер один для подобных каналов. Проблема в том, что Leafy расслабился и не почувствовал, как его загоняют в угол. Дело в том, что до всей этой темы с Ким Старом Leafy ощутил нож в спине от Ethan H3H3 и некоторых других ютуберов, которые подняли вопрос неприемлемости буллинга на платформе. Ясно, почему лицо этого чела тоже мне знакомо. Они, короче, все примерно друг с другом связаны. Хоть как-то. Ну, в принципе, как и у наших ютуберов. Я имею в виду, если вы посмотрите на канал Leafy, все, что он делает, это смеется над детьми и уязвимыми людьми. Как Джоэс Ворлд Тур. Это слишком низко смеяться над этими людьми. Это просто грустно. Над ними не надо смеяться. И теперь, когда канал Leafy вырос, он отправляет миллионы детей издеваться над этими людьми. И честно, это превратилось в буллинг. У него эти названия, кликбейты, кликбейтные превью. Это чисто красивые девушки. Я не понимаю, как отличить одно видео от другого. Это безумие. Вот видео про Томми. Вот видео про маленькую девочку, которая сделала музыкальное видео. Смех над ребенком. Смех над Джоэс Ворлд Туру, которого очевидные проблемы с перееданием. Смех над ребенком. Смех над ребенком. Ребенок. 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 Смех над ребенком. Смех над ребенком. Смех над ребенком. Типа, чувак, я не знаю. Смотрите, я не знаю. Я всегда думал, что мы лучше этого. И я хотел бы, чтобы все придерживались каких-то стандартов. Да-да, мы помним, как он переобулся, на самом деле, этот чел. Это не комьюнити, честью которого мы хотим быть. И то, что про Лифи забыли, переключившись на Кимстара, стало для него спасением свыше. Однако план Айдабза в этот момент работал как часы. Ну, кстати, по-моему, Айдабз же потом и Лифи тоже разъебал. На довольно короткий промежуток времени мы получили ныне удаленную классику интернета. Контент копа на Лифи. Айдабз поступил очень умно. Его давно раздражал так называемый токсичный альянс комментаторов на ютубе, которые загрязняли платформу своим ленивым контентом. Но вместо того, чтобы вступать в открытую конфронтацию со всеми сразу, он ударил по вожаку стаи, которым был Кимстар. И, взяв попкорн, наблюдал за тем, как голодные предатели шакалы поедают своего бывшего предводителя. Таким образом, разделив стаю и лишив каждого из них поддержки союзников, задача Айдабза стала намного проще. Слушай, GFuel, это не один из промокодов, которые ты мне кинула сегодня на ДБД. Разделив стаю и лишив каждого из них поддержки союзников, задача Айдабза стала намного проще. Эй, здарова! Всем добро пожаловать на новый выпуск контент копа. Как вы можете видеть, я сейчас еле-еле сдерживаюсь. Потому что сегодня день, когда мы сможем забуллить ленив. Да, ещё ящерица мёртвая на экране. Лифи! Потому что сегодня день, когда мы сможем забуллить Лифи! Моё единственное условие в буллинге, это то, что ты сам не должен быть слабочком. Потому что если ты слабочок и прячешь свой гниловатый маленький подбородок за ручкой, рукавом или микрофоном, ты показываешь людям свою мнительность, что ты слабочок. А у него подбородок совершенно. Да, но я вспомнил. Но он-то повёлся на это говно. И он же начал там кучу роликов записывать и агриться на то, что у него маленький подбородок. Значит, я его задевала изначально. Да? Свою мнительность. Что ты слабочок. И это забирает мощь из твоего буллинга. Вы знали, что Лифи и Кимстар были друзьями? Да, исходя из его видео, вы, должно быть, подумали, что он встретил его однажды на маленьком собрании ютуберов. Делаю видео на того, кого я встретил на маленькой встрече ютуберов. Лишь маленькая встреча. Ничего большого. Просто на вертолёте полетали. Кимстар поливал грязью меня и моего друга Грейн Дэй Андер Рэй, который тоже ютубер, со многими людьми, и всё это было за нашей грёбаной спиной. О, господи! За вашей спиной! Вау! Ты так хорошо разбираешься в людях, Лифи! Как же ты подружился с ним изначально? Ведь не было же видео, показывающих, какой он психопат, верно? Это же всё в новинку. Вы, ребята, отлично можете оценивать человека, если удивились, что Кимстар поливал вас за спиной. Если Кимстар это крыса, то Лифи это грёбаная змея. В очередной раз Айдабс показал, насколько он хорошо умеет манипулировать другим человеком и находит к нему подход. Ведь в этом видео не было сказано ничего нового. У Лифи ленивый монтаж, несмешные шутки, он занимается буллингом и так далее. Всё это говорилось раньше. Но Айдабс дал Лифи попробовать его собственное лекарство. Он заметил, что действительно, когда Лифи перед камерой, он прячет свой слабый подбородок и достаточно не уверен в себе. А учитывая, что Лифи годами булил школьников, в том числе и по внешности, Айдабс решил сделать то же самое с ним. И вот теперь над Лифи все смеялись. Айдабс пошёл дальше. Он вышел на улицу и начал расклеивать плакаты, что разыскивается подбородок. Да, да, у тебя такая же реакция в тот раз была. Айдабс, я не забыла. Ну, видишь, зато всё правдиво. Деменция работает, а реакция срабатывает всё одинаково. Понимаешь, дело в том, что пытайся, типа, спрятать от взгляда свой подбородок, он наклоняет вот так вот голову, тем самым теряя свою линию челюсти ещё больше. Ну, да, это вот так вот делать, типа, да. Ну, у меня это не видно, потому что у нас камера немножко сверху. Банально её по-другому не поставишь. Просто люди, да, когда пытаются свои манимые недостатки спрятать, или даже настоящие, они делают их ещё более очевидными. Бородок. Он пошёл на пляж и предлагал людям сыграть в игру, спрятать подбородок, за что давал тем призы. Там был смешной момент, когда подходит какой-то дед и спрашивает, что, типа, человек потерялся, и Айдабс ему отвечает, что нет, просто подбородок. И также на микросекунду в видосе появлялся Итан из И4Х3, что дало Лифи понять, что теперь он совершенно один. Вместо того, чтобы как-то это проигнорировать или превратить в шутку, Лифи полное отчаяние записал именно такой видос, которого ожидал Иэн. А именно, выпячивал подбородок, подтверждая, что это его как-то задело. Смеялся над тем, что Иэн старше него, что у него высокая линия волос и прочие насмешки над внешностью. Самое смешное, что он забанил Айдабс... Это, короче, насмешка над человеком. Он старше. Ну, типа... Старше и старше. Ну да, если, ладно, еще линия волос, на это как-то можно повлиять пересадкой и прочее, допустим, то на возраст ты не повлияешь никак. Не, мне нравится просто высмеивание людей по признаку возраста. Ну, типа... Возраст — это возраст. Это просто факт. И все. Он не может быть плохим или хорошим. Не может быть красивым или уродливым. Возраст — это возраст. ...волос и прочие насмешки над внешностью. Самое смешное, что он забанил Айдабса в комментариях. И также забанил там слова Айдабс и подбородок. И еще раз подтверждаю, что он не уверен в своем подбородке. И Айдабс решил добить его в следующем видео «Content Deputy». По сути, ответом на ответ Лиффи. Большая часть ответа Лиффи была про всю эту тему с подбородком. Это плюс свою линию волос. Визуально. Ну, кстати, да. И следует ответ Лиффи. Большая часть ответа Лиффи была про всю эту тему с подбородком. Если честно, я думал, что это просто смешной мем в моем видео. Ему же показалось, что это важный момент, так что он потратил много времени на защиту себя. Я и все эти люди не уверены в себе и прячем свои подбородки. Наши лица, наши уши. Это очень слабый растянутый сегмент. И ты буквально напрямую сказал мне, «Да, мне на самом деле очень стыдно за мой слабый подбородок». И это была бы идеальная тема для моего видео. Где кибербуллинг? Где кибербуллинг? Не притворяйся, что не смотрел. Там было целых 20 минут его. А, да, кстати, братишкин, ты лайк поставил? Я слежу за тобой, братан. И, кстати, большое спасибо, что поздравил меня с днем рождения. Мне было действительно приятно. И да, в прошлый раз я поставил цель в 40 тысяч лайков. Вы набрали их настолько быстро, что мне как-то лень делать эти видосы слишком часто, поэтому в этот раз цель будет 100 тысяч лайков, чтобы... Хитрец, хитрец. Ну, потому что они довольно трудоемкие в сравнении с просто попиздеть на камеру. Ну да. На какие-нибудь новости. Тут надо все-таки подсобрать, подмонтировать и прочее. Ну, кстати, да. Можно поздравить, что предыдущий видос... Блин, а сколько там он уже? Ну, там уже больше миллиона просмотров, 100%. Видос со Снайпер Вульф вылетел прям хорошо так. Там другие дискуссии в комментариях. Ух! Да, это у нас. Вкусно. Это у нас. У самого деда я хз сколько там комментариев, там дохерища, наверное. Ну, если у нас сбежали защитники и противники. А, да че... И битва была легендарная. Ты представляешь, сколько у него было? Этот чел, который защищал Снайпер Вульф, он бегал по всем каналам реакционным, кто посмотрел этот видос. И везде писал одно и то же. Втюхался он в нее, короче. Симпатичная же тяга. Ага. Вот и все. Ну. А с прошедшим днем рождения поздравлять я не вижу смысла. Подмазываюсь, подмазываюсь. Вы точно не набрали это в ближайшие месяцы. Я мог спать спокойно и играть в Call of Duty. И да, я теперь делаю апдейты по историям из худших стримеров и другим историям из англоязычного интернета в виде ТГ-видосов в Телеге, последней из которых сейчас там в закрепе. Есть даже аудиоверсия. Для тех, кто не хочет качать видос. Эти темы слишком мелкие для того, чтобы делать по ним видео на Ютубе, так что можете чекать их там. Я понимаю, что зазывать людей в Телегу это довольно низкая тема. И обычно многим это не нравится. Особенно потому, что у многих там реклама всякая порицаемая. Я не знаю, мне казалось, что многим не нравится, когда их завлекают в ВК или на Твич, или еще куда-то. Но вы, если что, это в описании читайте. Там есть Твич, ВК, Телега, Бусти. Бусти! Да. Я делаю крайне редко. И к тому же, это всего лишь дополнительный контент, который не заслуживает отдельных видео. Я не какой-нибудь Энворк, который засылает людей в Телегу, потому что там какие-то сливы мерзкие, стримершли типа того. Не, серьезно, Энворк, не делай этого. Это отвратительно. Пожалуйста, это ужасно. Я не знал, что лифи был у него, у Энворка. А кто такой Энворк? Энворк, Ринды, читают челы с одной тусы. Они делают эти разоблачения на контент-мейкеров российских в основном. И что он сливы какие-то онлифансов туда закидывает или что? Да понятия не имею. Там, скорее всего, просто какая-то приватная хрень. Ну, возможно, да. Уничтожен, значит ничего не сказать. Авторитет Титана Ютуба с миллионами подписчиков был слит за считанные часы. Опять же, огромное количество блогеров, которые боялись выступить против Лифи, внезапно получили бесплатный билет на поиск уничтожения самого главного и ненавистного комментаторского канала на Ютубе. И каждый хотел полакомиться кусочком. Многие считают, что именно Иэн ответственен за то, что Лифи забросил канал примерно в тот момент. Правда же, намного скучнее. Однако перед этим нужно поговорить про пиковые видосы Айдабза из серии Контент Копа. Это было видео про ютубера под ником RiseGam. RiseGam был одним из тех хайповых ютуберов-пустышек, которые вписались в нужную компанию, наформили денег на криптосками и флексили своим богатством, деньгами и кучей женщин перед школьниками. Это уже было не столь интересно, как с Лифи, но резонанс получился сильный. А что это? Господи, боже мой, как же его там зовут? Мелстрой? Не-не. Мелстрой, он же твич-стример. Блин, а... Мелстрой, он сраный скамер с... Чел, который, боже мой, эти курсы всякие продавал. Вот как... А, этот, господи, не русский, который такой? Да, ты понял. Который в инстаграме накручено было, у него куча всего. Да, у него... Гусейн Гасанов? Да, Гусейн Гасанов! Азиатский Гусейн Гасанов. Ну, хз. Не, ну, Мелстрой... Просто похоже больше на Мелстрой, который нафармил кучу денег на казиношках всяких. И этим флексит. Ну, так Гусейн Гасанов тоже нафармил бабки носками. А, ну, все они... И у него... Одним гумен подвязан. У него был ютуб-канал, который состоял из того, что... Типа, как он проводит свой флексовый день, где у него всё там дорогущее и друзья у него богатые. Я у Гусейна Гасанова смотрел только пранки над друзьями. Я когда-то давно наклонилась на его видео, всё впечатление, которое у меня на него сложилось, что он подсос к богатых друзей и всё. Ну, я же говорю, а кроме пранков его над друзьями, девушкой, ещё кем-то, ну, такое, типа, вот, над друзьями и знакомыми он пранковал, и всё, там довольно крупные пранки были. И ничего сверх... ну, типа, нетипичная параша Дэвида Би... этого... как его? Эдварда Билла. Эдварда Билла, да. Поэтому мне было интересно посмотреть в какой-то момент, но это было хер знает когда. Очень давно, потому что я несколько лет назад, мне в рекомендации попалось его видео, и там уже было чисто такое, знаешь, влог флексом бабками. Это я вообще не видел. И всё, в чём его составил контент. С треками, и Айдапс, куча известных друзей, написал свой, крайне неполиткорректный и просто уничтожающий дисстрек, который сильно ударил по репутации Райсгама. И окей, с этого момента начинается не самое для меня приятное. Это период смуты. Дело в том, что в 2017 году, после случая на мосту с Пидипаем, Ютуб очень сильно ужесточил правила касательно цензуры на платформе. Это касалось определённых слов, тем и также такой вещи, как буллинг. Видео про Райсгам... Ну, по факту. Не просто так было последним, ведь незадолго до этого Ютуб снёс контент-копа про Лифи. Айдапс и все остальные поняли, что если ты хочешь оставаться на платформе и продолжать зарабатывать деньги, то нужно адаптироваться. Многие считали, что Лифи бросил канал из-за контент-копа, но по факту... Снёс он контент-копа про Лифи, потому что Лифи кинул страйк. Ну, сам Ютуб снёс. Со слов деда, я так понял. Ну, просто так же не скажу, а тоже... Ну да, Лифи, возможно, кинул страйк. Крыса. Ну, раз Дедпинни говорит про то, что у Айдапсу прилетел страйк, то не факт. Может быть, Айдапс и сам удалил. Там как бы свечку никто не держал. Может сказать, что угодно. Там было слишком много буллинга в плане вот этого вот с подбородком, поэтому, да, Ютуб мог посчитать это нарушением платформы, возможно, и, может быть, сам удалил видос. Но, по идее, это всё равно страйк. Жалоба, все дела. Но не напрямую от самой Айдапси. Раньше, какие все политкорректные, как все борются за свободу и равенство. Тем временем, ТикТок продвигает... У них, короче, есть алгоритм, который продвигает ТикТоки красивых людей. Класс. То есть, если ты конвенциально красивый, то шанс того, что твой контент светит, при том, что он не отличается от контента большинства, он выше гораздо. А как узнать, красивый ты или нет? А вот как в Германии сороковых годов? После стрима пойдём мерить твой и мой череп. Ну, я не шучу. Я понял. Реально, ну, как бы, это золотое сечение, вот это соответствие ему, вот это говно. Это чисто азиатская фишка считается, но на самом деле нет. Ну, мы, значит, это, значит, нам делать в ТикТоке нечего, мы уроды, по его мнению. Скуфы в ТикТоке не нужны. Да. Он нужно адаптироваться. Многие считали, что Лифи бросил канал из-за контент копа, но по факту он ушёл, потому что его контент терял просмотры и больше не приносил денег из-за изменений в рекомендациях. То же самое с Филси Фрэнком и всей остальной компанией. Контент, который они делали, был больше не нужен Ютубу. Лифи пропал по той же причине, по которой пропал видос про него. Вот и всё. Он же тем же самым занимался в своих видео. Это было великая чистка с целью сделать Ютуб более безопасной и стерильной платформой. В итоге Макс Мо Фо и Энисинг Фор Вью создали свой подкаст Колд Ванс. Джордж ушёл в музыкальную индустрию и добился там большого успеха, как Джоджи. Но что касается Айдабза, тут сложно сказать, чем он занимался несколько лет с 2017-го. У него всё ещё выходили анбоксинги... Как хорошо решил проблему, у меня всегда бесит, что он чуть наклонялся, полотенце с головы упало. Многочисленные влоги и всё это собирало просмотры за счёт его предыдущих подвигов и репутации на Ютубе. Постепенно он избавился от запрещенных слов в речи и стал более фэмили-френдли, что само по себе понятно, ведь иначе канал пришлось бы забросить. Но продолжаться долго это не могло и нужно было двигаться дальше. Айдабз решил делать документальные фильмы о малоизвестных ютуберах. Первым из них было видео «Фулл Форс» про ютубера Airsoft Fatty с каким-то запредельным количеством просмотров в 2019-м. Это странный документальный фильм про жизнь ютубера с лишним весом, который лишён социальных контактов и выкладывает ежедневные видосы о том, как он живёт. Было видно, что для Иоанна это скорее личный проект про человека, который он хотел показать миру и историю которого хотел рассказать, пользуясь своей огромной аудиторией. Он приехал... Ну, по челику видно, что у него большие... ну, что у него и проблемы есть. У него большие проблемы со здоровьем. И не только с весом. К этому чуваку жил с ним около недели, снимал всё, что они делали, и даже на камеру попытался восстановить дружбу между ним и чуваком из его детства. В принципе, достаточно жизнеутверждающее и тёплое видео про людей, которые живут рядом с нами и находят свою жизнь в интернете. Но всё-таки люди хотели того самого Айдабз, ради которого они подписывались. Айдабз практически воспитал целое поколение школьников на своих ценностях свободы слова, свободы мнений и свободной комедии. Он был этаким гигачадом, который всегда шёл до конца, и в этом была его фишка. Жаль, что эти школьники, судя по всему, начали вырастать, а мозгами не обзавелись. И понимания у них не появилось, что, ебать ковырять, платформа поменялась, и поэтому ютубер тоже поменялся. А чё вы это не говорите? Боитесь? Потому что, типа, как бы, в принципе, таких ютуберов, как тогда, уже никогда не будет. Конечно, конечно. Да-да, как говорится. А чё вы это то-то-то не говорите? Ну, как говорится, а чё ты в русскую рулетку не играешь? Осуждаю. Типа... Ну, блин, времена меняют всё равно. Сейчас удивляться, почему, не знаю, показательно на виселице никого не вздёргивают. Ну да. А сужают в тюрьму. Ну охренеть теперь. Вместо этого в 2020-м мы получили айдаб за кук... Да. Когда внезапно из ниоткуда появилось видео, в котором Иэн анонсирует онлифанс своей жены и говорит, что это нормально. Для тех из вас, кто не в курсе драмы, которую я недавно на себя навлёк, я вас просвещу. Моя девушка завела онлифанс. Это тоже информацию, я помню. Я думаю, что всё это... Я всё равно немножко не понимаю, типа, контекста осуждения того, что чей-то партнёр заводит себе онлифансы или... Ну как бы... Ну ладно, вы ещё пожалеете этого человека, а осуждать его, как бы, и смеяться над ним за это, мне кажется, супер тупо. Ну как бы да. Да, я знаю, я... Я тоже думаю, что это не столь спорное мнение. И нет, у меня нет онлифансов. Для того, чтобы защищать онлифанщиц. Я тоже думаю, что это не столь спорное мнение. Многие люди делают нормальную вещь, шутят над этим и всё такое. Но есть другая группа людей, которые ощущают личную печаль и предательство. Ты врал нам. Для начала. Я не ваш папаша. Если вы больше не хотите равняться на меня, это нормально, я не хочу, чтобы вы на меня равнялись. Понимаете, для многих старых зрителей iDubbs, именно тех, благодаря кому он сейчас живёт в шикарном доме и имеет денег на несколько жизней вперёд, и которые не особо следили за тем, что было между последним контент-копом, где iDubbs был крутым неполиткорректным мужиком, и вот этим вот видео из 2020-го, это был культурный шок. Это можно увидеть по 270 тысячам дизлайков на этом видео. Ну, конечно, догадаться, прочекать контент или всю информацию, которая была до этого, и подумать, что ебать, ковырять за три года много чего могло измениться. Не, зачем? Думать всякую, это, писать сразу хуйню и ловить культурный шок. Да! Мне просто вот интересно, это люди такие в отрицалово уходят. Извините меня, появление таких площадок, как iDubbs, это прямое следствие вот этой вот свободы интернета, которая недавно ещё существовала. Если бы не вот эта свобода, то никаких iDubbs бы не было. То есть человек был свободен в своих высказываниях, свободен в контенте, который он выкладывает. Чё, ну человек сливает нюц и другим людям, при этом находясь в отношениях, это странно. А у порно-актрисы, у стриптизёрш, по-вашему, нет отношений? Мне просто нравится, как обезличивают людей, как только их голые фотографии попадают в интернет. Это всего лишь голые фотографии, господи. Нет ничего. Больше вопросов вызывают люди, которые готовы за них платить. Извините. Нет ничего плохого или сверхъестественного в том, что у кого-то есть эротические или же прям голые фотки или какие-то видео соития и прочее. Потому что, ну, блядь, в такое время живём. Это всё, во-первых, да, спрос рождает предложение. Во-вторых, ну как бы, блин, все же хотят открытости и свободы. Вот как Настя и сказала, вот вам открытость и свобода. И чем меньше вы будете это стигматизировать, тем меньше будет ситуации, когда кто-то кого-то наснимал, потом выложил выкладывание в интернет, начал шантажировать и завертелось, потекло говно по трубам. Мне просто нравится, как все, абсолютно все любят потеребить фасолину или передёрнуть свой стручок на порнушку или какое-нибудь слитое хоум-видео или ещё что-нибудь и прочее, там, или просто реально порнуху. Но сразу же у всех включается моралфажество и обзывание человека шлюхой, если у неё там появился неожиданно онлифанс или же её фотки, какой-то бывший взял и слил или слил видео их секса. Она сразу становится шлюхой. Да, мне ещё нравится эта логика, чьё-то хоум-видео сливает. И этот человек, который не давал согласия на этом, и, возможно, даже не давал согласия на съёмку, такое бывает, вот сразу почему-то этот человек становится пропащим. Я не понимаю. Мы, если что, не защищаем Айдабза и не говорим про конкретную его ситуацию, потому что мы ещё до конца не дослушали, что у него там. Мы говорим, что есть, что такого в университете. Да, что в этом нет ничего такого. И даже с учётом того, что, типа, это его жена или девушка. Если это его устраивает, то это не ваше собачье дело. Ну да. Важно даже не это, и не то, что Айдабз раньше сильно потешался над женщинами, которые занимаются подобными вещами. Встречайте Анису Йомхэ, женщину, которая с 2016 года встречается с Айдабзом, а с 2021 является его женой. И Аниса, по мнению многих, сломала жизнь Айдабза и забрала у нас того самого весёлого парня с огнём в глазах. Вам должно быть кажется, что всё это просто нагнетание и хейт со стороны бывших фанатов, которые просто не могут принять нового Айдабза. Ведь Айдабз изменился, он теперь общается только с левыми социалистами и политкорректными личностями. И всегда приводит с собой жену, которая с удовольствием расскажет его мнение вместо него. Аниса появилась в жизни Иэна в 2016-м, именно она ездила с ним на Танакон и помогала снимать все эти видео. До этого она была малоизвестной стримершей, но её популярность сильно бустанулась из-за отношений со звездой, после чего и появилась возможность монетизировать это на онлифансе. По её признанию, ведь она очень любит рассказывать всякие тонкости их отношений, Аниса начала встречаться с Иэном, при этом ещё будучи в отношениях с другим ютубером поменьше, что никогда не является хорошим знаком. Иэн с ней выглядит... Ну, тут я согласен. Это вообще... Другой вопрос. Может, это просто он только считал, что они ещё в отношениях. Ну, не, ну если это она говорит, если это с её слов, значит она и правда встречалась с двумя сразу. Ну, это да, ничего хорошего, конечно. Это очень счастливым человеком, особенно на... Даня является хорошим знаком. Иэн с ней выглядит очень счастливым человеком, особенно на разных подкастах, где она вечно перебивает его и рассказывает их общую точку зрения. Иногда я спрашиваю Иэна, сломала ли я тебе жизнь, ведь я ощущаю, ведь присылают столько сообщений, об этом приходится думать. Я имею в виду, я появилась в 2016-м, и вот мы здесь, Иэн делает другие вещи. Иэн, как личность, не изменился слишком сильно в отношении своих моральных устоев, касательно многих вещей. Но Иэн и то, как он хочет подавать себе в интернете, изменился. При этом, как будто бы она получает удовольствие от унижений Иэна. Например, рассказать... А в чём унижение? Не, ну сейчас я не увидел ни перебивания, ничего. Ну, суть в том, возвращаемся к тому, что мы говорили в начале. На летсплеях он был довольно спокойным челом, а всё остальное, вполне возможно, было просто его медийной личностью. И как бы никто не думает, что именно в тот период он под чьим-то влиянием находился. Никто об этом не думал. За Бупси с Аней стукнут после стрима, да? Нет, Настя просто подумала, что я Крин шляпнул, как всегда. И это... Чё ещё хотел сказать? И она... Он же какое-то время продолжал снимать всё, что снимал, а она находилась за кадром. Ну, как бы да. И была его оператором, так сказать. Может, монтировать помогала и так далее. Да даже неважно. Может, она и нихуя не делала. Но суть-то в том, что она уже была в его жизни. Просто дело в том, что когда говорят, тролливали, изменил и так далее... Знаете, когда на самом деле это происходит? Когда человек, начиная отношения, закрывается от всего своего окружения. А не тогда, когда постепенно происходят изменения. Это просто их отношения с этим совпали. Это, мне кажется, просто закономерный переход такой случился. Возможно. Возможно, потому что он менялся, как все люди меняют в течение жизни. Она и не только пришла, но и осталась всего в жизни. И она была спутником этих изменений. А не их причиной. Потому что вот так человека одного никто не изменить не может. Если он его не избивает и не держит в подвале. Но с учетом того, что да. Если она его всегда перебивает и прочее, и прочее. Ну, не исключено, что его могли загнать под каблук. Я тебя тоже перебиваю. Многие считают, что я вообще тебе говорить не даю. Да? Да, по-моему, нет. Просто это с какой точки зрения взглянуть. Возможно. Про то, что Тролли Валли перебивает его и говорит их общее мнение за него. Я считаю это голословным. Он пока никаких доказательств не показал. Ну, пока нет. Я же говорю. Я просто говорю про варианты. Сказав публично, что у него проблемы с желудком. Я хотел спросить, а ты всегда гадил в штаны? Не. Потому что с тех пор, как я тебя знаю, у тебя всегда было СРК. Ты всегда гадил в штаны? Ну да. Ее решение создать OnlyFans не только угробило репутацию Айдабза и сделало его посмешищем и темой для мемов на долгие годы, в том числе среди топовых ютуберов, но и также стало оружием в руках хейтеров, которые теперь буквально могли увидеть все о всех подробностях за 10 долларов и массово сливать это по всему интернету. Ну а чтобы картина была полной, Иэн, конечно же, по своей воле, после брака взял фамилию жены Йомха. И, конечно же, ну конечно же, по своей собственной воле сделал вазоктомию. Осталось только найти парня для жены, который подарит ему Nintendo Switch. Ну, как бы, а почему это он мог сделать не по своей воле? Ну, типа, со стороны мужицких мужиков, возможно, это кажется и странным. Он просто сперму заморозил, сделал вазоктомию, вот и все. Я просто пока, да, пока я не вижу какой-то ее инфернальности, какой-то того, что она им управляет и прочее. О, боже мой, она не захотела гормональными таблетками гробить свой организм, и он решил сделать вазоктомию. Какой кошмар! Да, насчет того, что онлифанс и прочее, и все, что все это можно теперь увидеть, всего за 10 баксов, бла-бла-бла. Но, значит, он был готов к этому. Значит, его это устраивало, и его это не парило. Судя по всему, он с ней вместе снимает там ноунлифанс. А никто не думал, что, возможно, это и была его идея? Ну, как бы, да. Как бы, у него симпатичная жена. Очевидно, она стримит, и он видит, скорее всего, что у нее есть симпы. Он хотел себе финансовое бремя сбросить, я думаю, в какой-то степени, потому что уже, как бы, просил. Вообще звучит подозрительно, фамилия жены мужа не унижает, но чё-то, а чё-чё-то, ну, ничего, абсолютно нормально. Возможно, у него просто плохие отношения с его отцом. Тоже может быть. Поэтому он взял ее фамилию, вот и все. С того света в 2020-м вернулся даже лифи, чтобы посмеяться над дайдабзом, и первое, что он выложил, было вот это видео. Для тех из вас, кто не в курсе драмы, которую я недавно на себя навлек, я вас просвещу. Моя девушка завела онлифанс. И я думаю, что все это... Круто! Да, я знаю, я... Чел, ты фан и куколт. Самое прикольное, что люди отрыли клип из 2016-го, в котором Аниса умоляет лифи вставить ее в какое-нибудь свое видео, ведь она была его фанаткой. По совпадению, спустя несколько месяцев вышел контент-коп на лифи. Уже после начала отношений Айдабзы и Анисы. Но это было лишь начало конца, ведь одно подобное событие вряд ли может закрыть с собой все, что Айдабз сделал в прошлом. Но Иен оказался в невыгодной позиции, потеряв свой статус хищника на ютубе. И ему захотелось вернуть этот статус. Проблема в том, что наш новый Айдабз это политкорректный, осторожный и, в принципе, достаточно либеральных взглядов человек. А в таком случае, единственной целью для уничтожения может стать лишь человек противоположных взглядов. Нужен кто-то, кто олицетворяет форчан и прочие места, где водятся отбросы общества. И Иен выбрал Сэма Хайда, о чем впоследствии будет жалеть годами. Окей, Сэм Хайд это икона альтернативно правого движения или альтрайтов. Он часть суровой мемной культуры тех мест интернетов, которые в ход нежным людям запрещен. Как только в США происходит какой-нибудь случай в школе или что-то типа того, и вы прекрасно понимаете, в каких случаях я говорю, всегда начинается массовый спам фоткой Сэма Хайда. Дескать, он опасный преступник, который все это устроил. Появление его фото в новостях это регулярное событие. Его показывали как призрака Киева на Fox News, как солдата со стороны России и много-много где еще. Сэм Хайд это закрома мемной культуры, в которую ты можешь попасть, но уже не сможешь выбраться. Но кто такой Сэм Хайд? Это комик, комедиант, который активен с 2007 года и все это время пытался пробиться выше со своим жестким, не всегда очевидным, постраничным чувством юмора. Главная суть его комедии в том, что он никогда напрямую не говорит, что является шуткой, а что нет. И это учитывая, что он очень много шутит про политику, гендеры и так далее, из-за чего многие люди его, мягко скажем, не любят, потому что не могут понять, что он имеет в виду. Однако Сэм все же смог получить свое шоу на Adult Swim под названием... Если сложно понять у человека, что у него шутка, а что у него нет, просто-напросто стоит тогда воспринимать все то, что он говорит, абсолютно как шутку и не воспринимать этого человека всерьез. Ну, либо вообще просто нахуй не смотреть. Миллион Доллар Экстрим Презентс Ворлд Пис. Это была скетч-комедия с тем самым юмором, которым знаменит Сэм Хайт. Шоу стало феноменальным успехом. Миллион зрителей посмотрели первую серию и также миллион смотрели финал сезона. Великолепное удержание. Да, я тоже... Посмотрели первую серию. Я тоже увидел. Вот именно вот сейчас мне его лицо кажется знакомым. И вот это, да. Великолепное удержание. Второй сезон был уже в кармане. Но тут на небезызвестном сайте BuzzFeed News вышла статья о том, что это шоу пропагандирует Альтрайт-повестку. Ведь Сэм Хайт в прошлом шутил очень проблемные шутки. У этой статьи 8 комментариев. Это просто сайт с кликбейтами, которые никто не воспринимает всерьез. Там максимум 30 лайков собирается. Но руководство и Далдсвим испугалось, ведь была вся эта суматоха с выборами Трампа. Тогда и появилось понятие Альтрайт. И в итоге Сэма Хайда кикнули на мороз. Это дало всем остальным масс-медиа, карт-бланш. Гениально. То есть до этого вы, блядь, не видели, что чувак делает и как он шутит. А тут испугались. Гений. Ну, уничтожение его колеи. Они потом такие вещи делали еще не один раз. Так что о новой работе он мог даже не мечтать. А в довесок ему еще и канал на ютубе забанили. Но это не сломило Сэма. Раз уж он потерял все, значит свободен делать все, что угодно. Он ушел в подполье, собрал команду и начал захватывать интернет мало-помалу. Тем более, что после всей истории с его шоу, на его стороне оказались миллионы сочувствующих людей, у многих из которых действительно была альтернативно правая позиция. Так он стал мемом в подобных кругах. И казалось бы, Сэм Хайт и Айдапс. Идеальная пара. Какой же контент они могут сделать вместе? Оба прославились своими жесткими шутками на грани. Вместе их будет не остановить. Только вот малой Айдапс не был готов к папе Сэму. Айдапс связался с Сэмом и попросил снять документальный фильм о его жизни. И вот весной 2021 года Айдапс прилетает к Сэму на Род Айленд и знакомится с его командой. Это был сущий ад для Айдапса, ведь он потерял контроль над ситуацией довольно быстро. В офисе Сэма была куча людей. Странный начинающий рэпер, верящий, что он заработает миллионы. Крипто-махинаторы, которые рассказывали ему, что скоро взлетит рипл. И вообще купи и забудь. Там была девушка Сэма Хайда, у которой проблемы с веществами. И выглядела она не очень. Айдапс, как настоящий герой, искренне пытался ее оттуда спасти. Сэм Хайд провел его по своей обычной рутине. Они боксировали под мостом, и Сэм пытался тренировать Иэна. Они покатались на слингшоте. Это такая машина, у которой сзади всего одно колесо. А затем отправились стрелять из тяжелого оружия на полигон, к чему Иэн был совершенно не готов. Иэн был обескуражен. Не в своей тарелке. Съемки документального фильма, который он задумал, пошли совершенно не по плану. Это касается и разговоров, в которых Иэн банально не вывозил Сэма. Ведь, в отличие от него, Сэм настоящий комик. И получал огромное удовольствие от происходящего. Можно сказать, что Сэм увидел в Иэне того самого сына, которого у него никогда не было. И поэтому всю неделю учил его уму-разуму. И под конец у них состоялся тихий разговор, в котором Иэн совершил последнюю попытку как-то пробиться через защиту Сэма. Стало очевидно, что пока Сэм хотел создавать развлекательное шоу, Иэн пытался вывести его на чистую воду. Показать, что за пост-иронии скрывается действительно весьма радикальный человек. Меня интересуют твои отношения с Дэнни. Она ведь... на веществах с тех пор, как вы познакомились. Она была на них до меня, так что если ты... подразумеваешь, что я ее довел... ты не прав. Окей, я просто хотел убедиться. У меня другой вопрос, почему она до сих пор на них? Да, хорошо, что ты убедился. Не может бросить. Ты пытался ей помочь? Нет, учитывая, что она девчонка, которая заплатила 500 долларов, чтобы она побрила голову и притворялась моей девушкой, я не пытался ей помочь. Ты хочешь, чтобы я попытался? Я не особо знаю, мне кажется, это не мое дело. Она, возможно, вообще вымышленный персонаж. Ну, он долго что это сказал, что она вымышленный персонаж. Типа то, что она сидит там на веществах, это там еще... Им просто это сказали, айдаупсу как данность. Притвориться, что она под кайфом. И также я сказал ей полазить в твоих карманах, и притвориться, что она под кайфом. Да заткнись ты! Ты реально думал, что я с Бритой встречаюсь? Да, с психическими проблемами? Да! По правде, я давно ее знаю. Это меня так расстроило сейчас. Я миллионер, ты думаешь, я буду сидеть в таком офисе? Заткнись ты! Это твой офис! Кто тебе сказал? Ты думаешь, я буду разливать энергетики и лего по своему офису, как будто я какое-то животное? С двадцатью людьми в одной комнате. В офисе дантиста. То есть этот засранец пранканул его, по сути, на неделю. Недельный пранк, блять. А вот не факт. Уже не понять, что из этого было правда, и что нет. Да, с учетом того, что его шутки тоже непонятно, когда правда, когда нет. И вот, да, хуй поймешь этого человека. Возможно, половина людей были его друганские просто. Да? Возможно, это был офис его знакомого. Ты ведь знал, что это офис дантиста? Тут везде животные нарисованы. Иэн! А при чем тут животные, если дантист? Я тоже не очень понял. Ну ты смешной! То есть ты поиздевался? Я не издеваюсь, просто думал, что это будет смешно для твоих зрителей. Вообще все! Я бы никогда... Все это было подставой! На самом деле, я не хотел тебя обидеть и выставить дураком. Так, а... Откуда ты знаешь Дэнни? Из художественной школы. Она друг... Девчонки, с которой я был там. Она хорошая актриса, да? Ого-го-го, ты рофлишь надо мной. Ааа, нет. Какого же черта? Кстати, слиншот взят в аренду. Вы правильно поняли? Все, что было в этой документалке. Вся неделя, которую Иэн провел вместе с Сэмом и его командой. Все чудаковатые персонажи и повседневные занятия. Все это было тщательно подготовлено и срежиссированная подстановка. В которой все действующие лица ни разу не выходили из образа и действовали сообща. Все посещенные локации... Не, ну, по факту, для Ютуба этот так-то получился заебатый пранк. И никому особо не вредящий. Можно было бы сказать, что Айдапс просрал время зря, но... Он же это все равно смонтировал и выложил. А значит, он не просрал время зря. Не совсем то, что он планировал, конечно. Катсы это подставные и снятые на прокат места. Все машины также взяты на прокат. Это сейчас вам кажется абсурдным, но Иэн приехал с целью разоблачить Сэма Хайда. Показать, что икона фарчанеров это чудаковатый мужик, который живет в ужасных условиях и не заслуживает уважения. Он пытался уничтожить Сэма, но Сэм настолько прошарен в интернет-культуре, что знал о планах Иэна еще с первого письма на своей электронной почте. И видев, в какой разрухе и хаосе живет Сэм, Иэн с наслаждением снимал все происходящее, чтобы потом выложить это как реальную жизнь Сэма Хайда. Он действительно не видел в этом подвоха. В итоге Иэн был разбит. Весь футаж, который он снял, по сути оказывается неиспользуемым мусором. Его документалка была похищена Сэмом, который сделал из нее свое веселое Шоу Трумана, как настоящий комедиант. В итоге Иэн уехал с Уэд-Айленда и в течение года не выкладывал документалку. А, то есть он все-таки просрал время, не выложил это ничего. Хотя мог выложить и использовать это. Сэм пытался с ним связаться, но Иэн тупо кинул его в игнор. А учитывая, что Сэм и его команда потратили на все около 15 тысяч долларов и целую неделю рабочего времени, было решено сделать и выложить свою версию документального фильма на два часа, где подробно показывается, как это все было устроено. Офис был набит скрытыми камерами и также куча членов команды все это время записывала Иэна. Иэн был вынужден действовать и выложил свою версию, в которой были похожие футажи, но имелось одно различие. В своей версии он вставил моменты, где сокрушался, что Сэм в своей пост-иронии никогда не делает очевидным, что шутка, а что искренние слова. Его раздражает, что Сэм шутит на политические темы, задевая людей, но из-за того, что он комик и не очевидно, где он шутит, любые слова сходят ему с рук. Иэн назвал это мета-иронией. Следующей ступенью после пост-иронии. То есть, когда ты говоришь что-то искренне, но люди не могут тебя осудить, потому что это может быть шуткой, а может и не быть шуткой. Ну, чел выстроил себе такое... Так скажем... Как оно правильно-то, господи? Такую репутацию, что его почти никогда невозможно притянуть хоть за что-то. Хотя сейчас из-за шутки притягивает в 2023, да и уже какое-то время. Но, видимо, у него получается этого избегать. Что у него люди не знают, шутка это не шутка, и, видимо, все воспринимают все-таки как шутку. Вот документалка так и называется. Ему это сходит с рук. Стоит для говорить, что это никак не помогло нынешней репутации Иэна в интернете. Напротив, его позиция стала выглядеть еще слабее. А вот Сэм Хайт получил огромный наплыв аудитории Иэна, которые разочаровались в своем кумире и нашли нового неполиткорректного блогера. Сэм Хайт ворвался обратно в мейнстрим и получил огромную поддержку. Это был самый худший исход для Иэна. Чтобы все сгладить, Иэн пошел на интервью, где еще больше усугубил ситуацию, по сути, унизив всю свою аудиторию. Еще одна вещь, которая в итоге немного направила меня, мне не понравилось взаимодействие с фанатами. Были некоторые люди, с которыми я пообщался. Лично? Да, лично. Они были ужасны. Просто ужасны, потому что я привлек много ужасных людей. Многие люди, как я уже описал, были очень асоциальными, странными, подвальными жителями. Типа, однажды в месяц они выходят из своей пещеры, чтобы закупиться в Волмарте, и встречают меня, любимого ютубера. Типа, примерно как ты жил тогда. Да, прямо... Ну, им же нравилось, что он такой вот весь настоящий и не стесняется ничего говорить. А когда он начал говорить про них, им это, значит, стало не нравиться? Какие интересные фанаты! Вам же нравилось это все! Ну, типа, ему такие фанаты, очевидно, не нужны. Он просто, увидев их, он посмотрел со стороны на свой контент, который создавал. Ему стало страшно. Возможно. Ну, как бы, типа, упрекать людей за то, что они там не выходят, еще что-то, не стоит. Это их жизнь. Можно попробовать им помочь социализироваться, если у них есть такое желание. Но это дело другое. Но суть, самая главная суть в этом всем, то, что они же все такие, вот им же всем так нравилось, что вот он такой настоящий, что вот он такой все правду матку рубит, как я понимаю, и неполиткорректный, а тут он стал к задротам неполиткорректным, и задроты обиделись, получается, да? Понимаете, это другое. Вот правда, люди готовы шутить на чем угодно, пока это не касается их самих. Вот и все. На Эла Янковича. Ну, кстати, да, есть чуть-чуть. Собственно говоря, я к задротам абсолютно нормально отношусь. Не хотите выходить никуда и мыться не хотите неделями, окей, но ко мне не подходите. Я задрот, но я купаюсь, я свинство никогда не одобрял. Ребята, да, есть социальные нормы, если вы в них не вписываетесь, и кто-то вам в этом горит, не обижайтесь. Социальные нормы для того и существуют, чтобы наше общество функционировало. Да, я никогда не скрывал, что мне не нравятся люди-свиньи. Я не люблю свиней. Я не то чтобы сам, конечно, идеально все убираю, но за собой хотя бы надо следить и не вонять. Ну, я немного плюшкин, свинтус и затворник. Как видите, он на мне женат. Я иногда тебя пинаю. А мне нужен человек, который будет меня периодически подпинывать. Я типа не виню их. И что они говорили, что делали. Вещи, которые я уж точно не буду повторять. Я имею ввиду плохие слова. Кринжовое поведение. Которое было у меня, потому что я снимал на камеру. Возможно, это переходило в реальность. Я такой типа, ну не... Они реально думали, что он в жизни такой, что он типа ходит в этом обтягивающем комбезе и творит ерунду типа в жизни? Ну, не, комбез был фишкой другого. Он где-то, конечно, один раз спарадировал. Я просто говорю в принципе. Да, да. Ты же знаешь, что люди до какого-то времени так и думали. Да и сейчас я уверен, что есть дофига людей, которые думают, что то, что они видят на ютубе и то, что в реальности, это всегда одно и то же. У кого-то это образ, а кто-то это такие, как они есть. Мы, собственно говоря, такие душные есть в реальности. Ну, правда, мы душные. Вам любой, кто с нами общался в реальной жизни, подтвердит это. Что с нами сложно спорить, и мы оба душные. Да. А еще, что мы грубые оба. Жизнь-боль. Которое было у меня, потому что я снимал на камеру. Возможно, это переходило в реальность. И я такой, типа, ну не... То есть, когда ты делал на камеру, это было для комедии и развлечений? Да, в общем и целом... Это просто социальное странное поведение. То есть, они слышали, как ты иронично это говоришь, и кидали это в тебя не иронично. Да, и когда я достаточно повидал таких случаев, это те люди, которых я притягиваю, те, кого я развлекаю. Мне нужно переоценить вещи. Они любят и наслаждаются этим контентом по причине. И это не та причина, по которой я это делал. Скажем прямо, учитывая всю тему с его девушкой, со сменой взглядов, рассказываем про то, что он обрел эмпаж... То есть, он, делая все это, думал, до него покажут пальцем, такие посмеются, какой дурачок. А люди такие, смеясь, показывают пальцами и говорят, да это же буквально я! По факту, не вижу ничего... Ну, то есть, он ничего плохого не сказал про своих подписчиков. Он не обосрал их, не унизил. Он просто сказал, что это не то, что ему нужно, ему это не нравится, это странно. И его, возможно, это даже пугает. И то, что, собственно говоря, то, что было и сделало его популярным, это было его образом, как мы и думали. То есть, он не является, на самом деле, таким человеком. И все. То есть, он, по факту, просто перестал быть... Ну, ему перестало быть это интересно. Он решил, что пора это менять и откреститься от этого, грубо говоря. Типа, я не пойму, на что они оскорбились, грубо говоря. Ну, просто ушли, и все, забудьте про человека. Все, ну, типа, поменялся он. Значит, вам пора разойтись. Вы же не заставляете своих, там, друзей или еще кого-то быть теми же, какие они были 10 лет назад. Вы, если вам что-то не нравится, просто перестаете с ними общаться. И ищите других людей по интересам. В этом, как бы, плюс интернета. В этом и смысл ютуберов. Никто никогда... Я не знаю ни одного человека, который бы не любил определенного рода контент, и по нему смотрел бы только одного ютубера. Ну, как бы, выбор есть всегда. В наше время многие любят создавать себе парасоциальные отношения с контент-мейкерами. А, это, типа, то самое, что каждый зритель, который долго смотрит ютубера, он считает, что он с ютубером друзья. А на самом деле это, как бы, не так. Ну, надо всегда... Ну, как бы, стоит, да, вы, как бы, когда смотрите ютубера, это не значит, что вы с ним стали, вот, прям, конкретно друганы и прочее. Ютубер о вас может даже не знать. У нас есть люди, с которыми мы общаемся, которые у нас есть в беседе, с кем мы более близко общаемся, менее близко и прочее. Но это, естественно, не все подписчики на канале, кто просто смотрит контент. Да, как бы, то же самое, что думать, что ваш любимый певец, ваш друган. Или еще что-то такое. Ага, твой муж, жена. Короче говоря, итог от этого всего спича такой не сотвори себе кумира. Все, что вы говорите правильно, но для бизнеса и ютуба это не придаст плюсов. В плане это не придаст плюсов. Что не придаст плюсов? Я не очень понимаю. Я просто говорю факты того, что происходит. И людям нравятся абсолютно разные ютуберы. И ютуберы, которые насилуют себя контентом, который им не нравится и уже опостылил, они не набирают. Они перестают быть интересны. Они свою ваву в голове ковыряют и расширяют. Вот и все. Как бы... Тот же Топа постоянно внушает своей подписоте, что они практически семья. Многие верят. Не заметил я, чтобы Топа внушал подписоте, что мы практически семья. Я воспринимаю Топу как... Типа, ну... Максимум можно его воспринять как друга, который рассказывает тебе какую-то информацию. Но я... Я не знаю. У меня нет таких проблем. Я воспринимаю ютуберов как ютуберов. Я смотрю шоу. Мы с тобой уже были слишком взрослыми, когда ютуб стал популярен. Вот и все. Ну, видимо, да. Но в плане чел, который поднялся чисто на таком контенте, точно потеряет аудиторию. Ну, естественно. Но раз он это все говорит, он не боится потерять эту аудиторию. Я не думаю, что он не осознавал, что творил, когда открещивался от такой аудитории. Я думаю, он делал это намеренно. Для того, чтобы такую аудиторию от себя отсечь. Вы только ролики его смотрите. Я вот читал чат его в телеге, и там реально его некоторые чуть ли не братом или отцом считают. Ну, как его считают, это уже проблемы тех, кто смотрит. А еще, если на кого-то называют братик или папа, это не значит, что они действительно так считают. И это тоже, да. Остыньте. А то тогда у Грейсона целая армия дочерей. Которые хотят, чтобы он вытащил их из стиралки? Нет, дочерей. Не сестер. Ну, понятно. Ну, я же говорю, это такие дочери. Ну, дочери, да, такого склада примерно. Такого склада родственницы. Я вот об этом, да. Эмпатию к 30-ти годам девушкой со сменой взглядов... Саня, ты зачем сам себе звонишь? Наебалово никто не звонит. Сказываем про то, что он обрел эмпатию к 30-ти годам, а вот в 25 был еще совсем молодым. Когда он начал поливать свою аудиторию, это был еще один удар даже по тем людям, которые все еще поддерживали Иэна. Те самые люди, которым он пропаганд... Так он же не поливал никого. Он даже сказал, что у него нет никаких претензий к ним. Просто ему это не нравится. Если они восприняли... Короче, те, кто воспринят на свой счет, вот это как раз они и есть, те люди, с которыми он не хотел бы связываться. По факту. Ну, я же говорю, их же не считало, их же не... Я не буду уже крутиться опять по кругу, повторять. Я уже сказал всю эту инфу. Да. А насчет того, что он в 25 лет был пиздюком, а к 30-ти обрел эмпатию, это вполне реально. Поведовал свободу слова, свободу юмора и так далее. Теперь внезапно стали для него нерукопожатными фриками, с которыми ему неприятно общаться. Ведь когда он использовал те слова, это было иронично и на камеру. А зрителям при встрече с ним такие слова использовать нельзя, ведь они делают это не иронично. Опять же, по его мнению. Люди, которые привели его к славе, к миллионам подписчиков, к безбедной жизни, теперь слышат, как он просто открестился от них и решил, что его новый контент для совсем других людей. Конечно, ведь всем так хочется смотреть его новые суежаковые видео про пластилинового Таноса. Понимаете, контент... Ну, блядь, а чё ему надо было делать? Просто забросить канал и всё? Ну, блин. Любого креатора меняется. Меняется восприятие мира. Меняются времена, когда что-то из прошлого становится неуместным настоящим. Это нормально. И многие создатели контента кринжуют с того, что делали в начале своей карьеры. Но также мы должны принимать это как часть себя, как то, за что люди начали нас смотреть и прошли с нами весь этот путь. И большинство это понимает. PewDiePie делал кучу кринжа, но сейчас остепенился и всё ещё вспоминает эти времена с любовью. Филси Фрэнк, который делал крайне мерзкие вещи на камеру, сейчас, хоть и стал крайне уважаемым человеком в мейнстриме, всё равно ценит свою историю. Когда люди на его концерте недавно начали скандировать Филси Фрэнк, он обратился к ним и сказал, что они, видимо, люди культуры. Но Айдапс намеренно, агрессивно пытается вырезать своё прошлое, откреститься от него, всячески показать, что он теперь другой. И в процессе оскорбляет тех, кому обязан всем, что у него есть. Тем, что он, в принципе, до сих пор релевантен в интернете. Чтобы закрепить это, он даже сделал отдельный видос под названием «Я скучаю по старому Айдапсу». Ну, я же говорю, я не заметил, что он что-то там как-то прям агрессивно пытается откреститься. Сейчас, может, нам покажут какие-то ещё фотографии. И осуждает всё, что делал раньше, за то, что говорил слово на «Н» и извиняется перед каждым, на кого делал контент копа. Но вот в чём смешная штука. Это выглядело максимально неискренне, подавлено и жалко. Никому не нужны были его извинения. Всё это произошло 7 лет назад, всё уже двигаются дальше. Лишь Айдапс всё продолжает пытаться вырезать своё прошлое. И реакции тех, перед кем он извинился, это подчёркивают. Вот, например, что сказала Тана. Типа мы ни разу не разговаривали. Вообще совсем ни разу не разговаривали. Возможно, его самого ментально это как-то трогало и ковыряло. Именно поэтому он посчитал нужным извиниться. И он извинился не для них, а для себя. Я только единственный ответ на этот вопрос вижу. А так-то да. По факту это пук воздух, который не имел смысла. Типа просто стоило... Вообще, в принципе, да, для своей репутации и своего этого, но он же такой чел, который всё говорит. Ему просто стоило забить хер. И раз перестал делать старый контент, просто начать делать новый и игнорировать. Ну, типа вспоминать там старый и не делать ничего старого. С другой стороны, сейчас неожиданно вдруг многие... Ну, некоторых людей откапывают их старые там соцсети, контенты, что угодно. И вдруг вспоминают о том, что человек-то делал то, что сейчас не одобряется. И вдруг решают человека отменить настолько, что его прямо, ну, травят. Возможно, он боялся этого. Тоже может быть. Даже гляну. В том интервью я не услышал ничего прям такого пиздец. Например, что сказала Тана. Типа мы ни разу не разговаривали. Вообще совсем ни разу, ни разу не говорили. И я так поняла, он запостил это видео с извинениями. Извиняясь за кучу вещей, которые он делал в прошлом. Одна из них — видео, которое он сделал со мной или про меня. Или типа того. И я такая, типа, нифига. Типа, я просто никогда этого не ожидала. И я не знаю, что и думать. Я думаю, что я все это заслужила. И возможно, это будет сказано жестко. Но типа, я не думаю, что передо мной нужно извиняться. Люди всегда спрашивают, если бы ты вернулась во времени и могла не допустить этого, сделал ли бы ты это? Потому что я думаю... В то время это был очевидно темный период моей жизни, что касается самооценки, попытки во всем разобраться. И типа, я была бы совершенно другим человеком, если бы этого не было. Я была на пути, чтобы быть настолько высокомерной, эгоистичной. И типа, ничто не могло пойти не так. Что когда оно пошло не так, это дало мне вкусить реальность. И типа, это же все не будет идти вечно. Ты должен отвечать за свои поступки. Ты... Я не знаю, это дало мне такой необходимый рост и изменило всю траекторию моей жизни. Так что, потому что я не вернулась бы в прошлое и не стала это менять, я никогда не заслуживала извинений. А вот ответ... У нее абсолютно адекватное взрослое мышление. И то, что она сказала, это ну просто слова человека, который вырос над собой. И который уже не ведет себя как инфанти... инфантильная девочка. Как бы, ну да. Но не факт, что все остальные перед химиз виделся и да, встахи не жили. Ну да, ну да. Тут, вероятно, действительно то, что Настя... Это, что ты сказала насчет того, что, может быть, это было ему нужно записать это видео и сказать. Лифи, который отлично описывает нынешнее... Я никогда не заслуживал извинений. А я думаю, все до этого смотрю и такой смотрю, думаю, блин, какие у них прикольные понтографы. Где такое достать? Вот ответ Лифи, который отлично описывает нынешнее состояние Айдабза. Господи, что произошло с этим чуваком? Что это за волосы? Что за усы? Что за татуировки? Как будто совершенно другой человек. Он говорит в этом видосе, что у меня классный подбородок. Этот чувак нагнетает, как будто он был каким-то работорговцем. Типа его булили всего три месяца, и он такой, я устал, это все просто ужасно. Меня хейтили целых пять лет. Ким Стара хейтили двенадцать лет. Что вообще произошло с этим парнем? И вам должно быть кажется, что это самая низкая и жалкая точка для Айдабза. Но это еще впереди. Дело в том, что в процессе своей деятельности на ютубе Айдабза заинтересовался боксом. Его вызывал Джинкс, но в итоге тот слился. Затем его вызывал Райсгам, который в итоге тоже слился. И он решил создать собственный ивент, где столкнутся разные ютуберы, которые с первого взгляда вообще не являются бойцами. Этот ивент назвали Криэйтор Клэш, и там было много интересных личностей. Но Сэм Хайт был тут как тут. Он начал загонять, что это именно он своими тренировками во время съемок документалки дал Иену эту идею. Но в итоге Иен сказал, что нет. Айдабз, можно сказать, что я вдохновил твою карьеру в боксе? Нет, ты не вдохновил. Прикол в том, что Сэм Хайт сам хотел поучаствовать, но Иен и Аниса сочли его слишком опасным для бренда и предложили обратиться куда-нибудь еще. Сэм так или иначе смог стать тренером одного из бойцов, который... Ну, неудивительно. Чел как бы довольно... Он просто... Айдабз понял, что из себя чел представляет и что он может наделать. Он слишком непредсказуемый. Во-первых, он непредсказуемый. Во-вторых, у Айдабза, скорее всего, до сих пор на него обида была. Из-за того, что... Что он сделал, когда... Как он его подколол. Ну, Айдабз, да, он явно изменился. Потому что, по идее, стоило бы просто это принять как подкол, выложить это точно так же без комментариев, абсолютно выложить это как свой... Свою документалку. И в конце вот оставить их разговор, где все раскрывается. И людям было бы интересно, и люди бы такие «Да ну нахуй!» Или типа «Да вот ты, лошара, а я не повелся, я сразу понял». При этом жирный кликбейт весь оставить. Что о том, типа, это разоблачение, троллевали, каков на самом деле он там такой-сякой... Возможно, ну, я не знаю, тут сложно судить. Потому что мы-то воспринимаем инфу от того, что нам Дэдпи рассказывает. По факту хер его знает, что там в голове с менталкой и в жизни у Айдабза происходит. Почему он именно таким стал. Который в итоге победил. Кстати, что самое прикольное, этот боец вышел в косплей Биг Босса из Metal Gear Solid 5 с сигарой в зубах под песню The Man Who Sold The World. И это было шикарно, и мне интересно, придумал ли это Сэм Хайт. Сэм Хайт купил себе и своей команде VIP-билеты в первый ряд, чтобы посмотреть матч. Но при входе на арену Сэма не просто не пустили, но еще и его команде запретили занимать купленные места. Настолько Иэн Толли боялся Сэма и его людей... Ну, это перебор. Это уже низко. Угу. То ли все еще был обижен за то, что они с ним сделали год назад. Однако куча фанатов Сэма пришла в футболках в его поддержку. Их было около сотни, то есть Сэм своим пиаром ивента здорово поддержал Айдабза. Тем не менее, операция... Сэм сам по себе такой здоровый кабан. Угу. Фанатерам было указано избегать съемки той части арены, где сидели эти люди. В итоге Сэм был раззадорен не на шутку, ведь если перед ним ставят стену, он найдет другой проход. Во-первых, Сэм начал участвовать в матчах других ассоциаций и даже выигрывать. Причем это были мероприятия уровнем побольше, и у них не было никаких проблем с его репутацией и опасностью для бренда. Помимо этого, Сэм завел движение против жены Айдабза, чтобы спасти и реабилитировать его. Учитывая, что Иэн открестился от всех хотя бы немного спорных личностей и не ходил на их подкасты, на них ходил Сэм Хайт, ведь он стал главным специалистом по Айдабзу. Амбассадор, да? Ну и срань. Риберон заглянул к нашим добрым друзьям из ПКА. Ты хочешь убрать эту Йоко Оно из его жизни, каков твой план? Потому что я помню контент Копа, и как это было смешно, какими были эти видео, уморительными, и он был... Он реально был... Это заезженная фраза. Он поднимает лестницу за собой. Типа, я поднялся за счет жесткого контента, который не очень по стандартам 2022-го, а ты извинись за это, ты не делай этого. И типа, это то, как ты получил 6 лямов подписчиков, чувак. Так ты попал туда, где ты есть. Я думаю, ему нужно... Ему нужно бросить эту неуважаемую женщину, с которой он сейчас... К сожалению. Что я видел и слышал от других людей, это то, что она... Почти что его менеджер. Когда он говорит за кулисами с людьми, на Creator Clash, когда говорили моей команде, что мне нельзя войти и все такое, он просто сидит как бы на втором плане, поддерживая все, что говорится, или просто сидит там. И Аниса, она отвечает... Ну, типа, вы... Это опять же его выбор. Возможно, он в токсичных отношениях, а возможно, ему так по кайфу жить. А возможно, он себе нашел мамочку и скинул себе ответственность. Вы не думали об этом? Да, я же говорю, возможно, ему просто по кайфу так жить. Это зависит разговор. По всей информации... Он не стал им, он не всегда был, просто нашел подходящую женщину, вот и все. Люди не становятся каблуками, куколдами, осуждаю. Это как бы... Либо есть в людях, либо этого нет в людях. И все. Это... В основном это все воспитывается каким-либо дравматичным опытом. Тоже может быть. Не с этим партнером, с которым он себя начал так вести. Нет. Это не так работает. Отвечает за весь разговор. По всей информации, она та, кто всегда говорит. В этих отношениях. Погоди, это типа... Что странно? Ведь чем она заменита? Тем, что она девушка Айдабза. Кому интересно ее мнение? Я слышал от ее семьи, что она еще и странная. А почему ты сравняешься с нею? Я четыре взрослых мужика обсуждаю одну женщину, и даже ее не позвали, чтобы сказать ей это в лицо. Мне это нравится. Она бы не пришла, скорее всего. Может быть, они-то ее и звали. А говорят, что мужики не сплетничают, а сплетничают бабы. Не знаю. По мне, так это вообще все полным говном воняет. Ты знаешь, это, короче, челы собрались, такие сидят в бане под пивкой, обсуждают, что их пятый друг не пришел, потому что его жена не пустила, яйца ему выкрутила, да? Нет, я не спорю, что есть мужики, которые там всю жену слушаются и прочее, прочее, и не идут, потому что их жена не пускает. Но также еще очень много мужиков, которые прикрываются этим, потому что тупо никуда не хотят идти. Но не хотят показать себя некрасиво. Типа не хотят сами отвергать, в итоге показывают себя, типа, каблуками. Но опять же, это они скидывают ответственность просто и все. Учитывая то, что она постоянно за него говорит, это реально сброс ответственности. Ну да. Да, мы в курсе, и мы слышали, что говорилось, что Айдапс никуда не ходит. Я же говорю, ее-то, может, и звали, но нам не было информации насчет того, что звали ее на это или нет. Но так-то да, даже если бы ее позвали, она бы не пришла сто процентов. Ты думаешь, что она кукловод, она типа... Помнишь мастера-бластера из Мэдмакс Сандердорм? Да, это наша ситуация. Мне просто кажется, что они слишком много значения ей самой и ей в жизни Айдапса придают. Ну да. Тут такая ситуация, что объективным быть не получится. Скажешь против, скажешь защищать. Потому что Женисона скажет за ржа, за скажут мужланам. Да, тут... Я ее не защищаю, я понятия не имею, какой она человек. Может быть, она и правда контролирует его и взяла его в токсичные отношения и не дает ему продуху. А может быть, ему это просто по кайфу и нравится. Тут, блин, на сто процентов скажет только он сам. И то не факт. То есть, Женис будет у него за спиной. Да. Те же проблемы с ним. Или ты думаешь, что она кукловод? Она типа... Помнишь Мастера Бластера из Мэд Макс Сандердорм? Да, это наша ситуация. Ты понимаешь, насколько в его интересах. С одной стороны, все ответственные решения скидываются на нее. А с другой стороны, когда возникают какие-то противоречивые вещи, виновата тоже она. Класс, удобно. Ну да. Вы просто понимаете, он как бы не отрицает то, что... Он не говорит по поводу того, что да нет, да это не она, да она тут ни при чем. Ну да. Это все я. Он не выходит к людям и не говорит, перестаньте обсирать, типа, мою женщину. Он вазектомию ради нее сделал. Отцом теперь не будет, разве что приемным. Во-первых, вазектомия обратима. Во-вторых, как Настя уже сказала, а то есть вас не смущает то, что женщины пьют таблетки противозачаточные, которые ебут им организм. То, что вазектомию он сделал ради того, чтобы не иметь детей. Откуда вы знаете, чье это было решение и кто это предложил? Это нормальное, кстати, решение, вступая в постоянные отношения, сделать вазектомию. Потому что всегда можно... Наморозил сперму, сделал вазектомию и ебись сколько хочешь. Я, возможно, бы уже... Я говорю про постоянные отношения, потому что в постоянных именно отношениях возможен секс без презерватива. Я, возможно, бы и задумался насчет того, что сделать вазектомию... Тебе не сделают. Во-первых, если бы у нас в России это возможно было. Во-вторых, если бы не было такой штуки, как то, что тебе в принципе нужно пить противозачаточные для организма. Потому что тебе доктор их прописал. Типа, если бы это имело смысл и возможность, я бы над этим, скорее всего, тоже задумался. У нас это дело, просто там слишком много условий. Одно из них наличие двух детей. Ну вот да. Да. Ну и я же говорю, в нашей ситуации в данный момент... И возраст 35+. В нашей ситуации в данный момент это не имеет смысла. Просто я не понимаю такое возмущение по поводу того, что он сделал вазектомию, учитывая то, что мужчины это обычно те, кто хочет избежать ответственности по поводу того, чтобы расти детей. Вам, вы наоборот, должны радоваться. О, чувак соскочил. Серьезно. Если что, Йоко Оно это часто используемая кличка для женщин, которая разрушает жизнь мужчины. Ведь, по мнению многих, именно Йоко Оно в свое время разрушила группу Битлз. Хотя, на самом деле, скорее всего, это было не так, но и вражение... Да, 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 да. Но это уже просто... Наркота разрушила группу Битлз. Йоко Оно уже используется просто как прикол, рофл. Это, наверное, один из самых древних мемов просто. Потому что я в каких сериалах, старых ситкомах только не слышал про Йоко Оно. На самом деле, это немножко все было по-другому. То, что он, в принципе, начал мутить с Йоко Оно, было следствием той жизни, которую он начал вести. А эта жизнь как раз-таки разрушила Битлз. Он, в смысле, Джон Леннон. Айдаб с этой бабой начал встречаться еще, когда у него был контент его тот, который он делал. Это раз. Про ее OnlyFans он объявил охренеть аж через три года после того, как его весь контент уже изменился. Это как бы время, люди меняются. И он уже поменял свой контент. И, как мы выяснили, контент его не изменился, когда они встречались. Вы, кстати, не думали о том, что человек, в принципе, под влиянием своей жизни, под влиянием СМИ, под влиянием текущей повестки, как вы любите это словосочетание, может, в принципе, изменить свое мнение? Охренеть! Обосраться! Никогда такого не бывает! Да и банально он сказал же, что его контент, который он делал, это был просто образ, который ему в нынешнее время уже в хуйню упал. Мне нравятся волосы и усы. Он отрастил, пока сидел в подвале, она его там держала на цепи. Татухи ему набили насильно! Причем в том же стиле, что и у нее. Он же совсем не в отношениях, не старался быть похожим на нее, потому что в отношениях обычно так бывает. Два из ларца одинаковые с лица со временем становятся. Причем в отношениях все-таки осталось. По сути, это способ сказать, во всем видоват женщины. Однако, креатор Clash прошел на ура. Учитывая, что это был благотворительный ивент, iDubb смог собрать более миллиона долларов и отправить их к трем благотворительным организациям. Да, он потерял своих старых фанатов, но, по крайней мере, он мог сказать, что стал успешен в сфере организации спортивных событий. И к тому же, благотворительность всегда хорошо сказывается на репутации. Я тебя, блядь, обосу. Можно сказать, что... Я тебя, нахуй, обосу. Ну, хорошо. Допустим. Мне просто нравится, как в попытках обвинить во всех грехах эту женщину, люди с него такие, типа, снимают ответственность. Да, они оба одинаковые, ответственные. Как бы, одинаково ответственные. И к тому же, благотворительность всегда хорошо сказывается на репутации. Можно сказать, что Иэн очистил свое имя от проблемных высказываний прошлого и стал уважаемым человеком в кругах, к которым они с Анисой хотели принадлежать. Недолго думая, Иэн анонсировал Creator Clash 2, который будет больше, дороже и лучше. Намного более дорогая арена, больше участников, больше вбуханных денег. Эвент обещал быть интересным и настолько же успешным. Перед началом Creator Clash 2 случилась драма, где один из участников под ником Froggy Fresh не только пошутил над онлифансом Анисы, по сути, жены хозяина мероприятия, но еще и параллельно тренировался с Сэмом Хайдом, выставляя это на публику. Айдабс не стерпел и в один прекрасный день просто опубликовал сообщение, что Froggy Fresh не будет участвовать в мероприятии. Ну это, конечно, он закапывает себя, это абсолютно зря и не имеет смысла. Они прям реально как будто бы забыли, что такое интернет и что такое, когда ты показываешь, что тебе что-то не нравится, и ты от кого-то пытаешься откреститься и пытаешься его везде запарнивать. Он просто попался на ту же удочку, на которую в свое время поймал Лифи. Ну да, по факту. Это значит, это все-таки для него чувствительный момент, раз он так и сбрыкнул. Ну, он Лифанс не факт, а вот сам по факту этот чел, да, для него... Да, он его очень триггерит. Он его триггерит. По словам Фроги Фрэша, у него потребовали назад 30 тысяч долларов, которые Креатор Клэш 2 выделял каждому участнику как компенсацию их времени и тренировок. Айдапс попытался прикрыть эту историю, выложив видео о том, что Фроги Фрэш сам напрашивался на все это, и вообще Айдапс лишь просил не публиковать записи с Сэмом Хайдом, чтобы ивент с ним не ассоциировался. В свою очередь, многие другие участники Креатор Клэш ополчились на Фроги Фрэша, говоря, что это благотворительный ивент, и все это для детишек. Они не имеют с этого ни цента, и зачем он вообще раздувает этот скандал? Только вот 30 тысяч долларов, это немалые деньги. Во-первых, это немалые деньги, во-вторых, честно сказать, сам по себе Фроги Фрэш поступил немножечко мразотненько, потому что ты пошел на ивент благотворительный, тебе выделили деньги, а ты за спиной у руководителей, грубо говоря, берешь их, подъебаешь и поносишь. Ну, типа, это не то, чтобы что-то плохое, но и хорошим я это тоже не могу назвать, потому что это некрасиво, это некрасиво, как минимум, так делать. Представьте все это так. Многие люди покупали билеты на благотворительные... Вы же не думаете, что он, типа, делал это без задней мысли, что это не очередной прикол, который организовал Сэм? Типа, серьезно? Ну, тоже возможно. Где эти Фроги, как его там, либо манипулировали, либо были с ним в сговоре? Ну, поносил я, возможно, преувеличил, но, типа, стебаться над онлифансом его жены и снимать тренировки с человеком, который конкретно, точно и понятно и известно, что не нравится тому, кто организовывает этот ивент, это некрасиво. Про поносил, да, возможно, я преувеличил. Точно я преувеличил. Вы реально думаете, что он такой, типа, невинный и без задней мысли это все делал? Ну, как бы, да. Это, опять же, это специальное было раскачивание лодки, очевидно. Инги, представьте все это так. Многие люди покупали билеты на благотворительный ивент, думая, что потраченные ими 26 долларов пойдут больным детям. Все бойцы уверяли, что они тут именно ради детей и не взяли ни копейки. По итогу, Айдапс выкидывает одного из самых интересных бойцов из-за собственной неприязни к Сэму Хайду, а фанаты этого бойца уже купили билеты и теперь сдадут их обратно, из-за чего детишки лишатся дополнительных средств. Это уже... Ну, да. Ну, я же говорю, со стороны Айдапса это тоже глупо и некрасиво. Я ни одного из них не одобряю. Ну, да. Стоило давно уже забить на Сэма Хайда. Это инфантильная позиция. И не париться просто, но он все продолжал. Поэтому для него это было оскорбительно. Но я же говорю, ну, этот Фроги Фрэш должен был понимать, на что он идет и что он делает. Какие последствия? Айдапс такой вспыльчивый на этого Сэма. Типа, как по мне, это говно с мочой схлестнулись и друг друга обосрали. Это не первый раз, когда Иэн ставит подобные вещи выше, чем благотворительность. Во время первого Креатор Клэша Иэн не допустил Сэма и его команду к VIP местам, которые они закупили. По итогу Иэну пришлось выплатить Сэму рефанд на 10 тысяч долларов, которые могли бы пойти на благотворительность. Но с Креатор Клэш 2 мы не подозревали, насколько все будет плохо. После успеха первого Креатор Клэш Иэн был окрылен и думал, что не может ни в чем ошибиться. Это было первое событие в его жизни подобного масштаба. Он добился невероятного успеха и теперь надо было этот успех закрепить. Второй Креатор Клэш, как я уже сказал, был намного большего масштаба. Намного более дорогая арена, намного большее количество бойцов, больше вбуханных денег. Они сняли огромный отель для всех участников с бассейном и так далее, чтобы провести автор-пати. Ведь в прошлый раз Иэну не понравилось, что все просто взяли и сразу разъехались. Он хотел потусить вместе с ними. Опять же, бойцам было заплачено по 30 тысяч долларов, которые формально деньги для тренировок, но по сути это многовато для подобных людей. Дело в том, что больше бойцов значит, что бойцы... Я бы сказал, 30 тысяч долларов это дохуя, честно говоря. Я думаю, у них некоторые за год столько не получают. ...не столь высокого полета. Многие из них это ютуберы. О том, что больше бойцов значит, что бойцы не столь высокого полета. Многие из них это ютуберы, которые потеряли популярность лет 5-10 назад. И если в прошлый раз он смог собрать много больших ютуберов, то тут были ребята поменьше. Стоит ли говорить, что ребята поменьше привлекают меньше людей, которые покупают меньше билетов? После ивента iDubbs исчез на какое-то время и вернулся с видео про жестокую реальность Creator Clash 2. Потратив столько денег на Creator Clash 2, Иэн не просто не собрал ни одного цента на благотворительность, но еще и потерял 250 тысяч долларов. То есть ни одна благотворительная организация, чьи логотипы были во всем маркетинге события, не получила ничего. Вся эта... Короче, он маху дал слишком. Чересчур. И его спорные решения привели к огромным потерям бабок. Угу. Ну... Помощь детям была лишь словами. По факту iDubbs просто зазвездился. Вбухал кучу денег в люксовые апартаменты для бойцов и авторпати. Зачем-то взял огромную арену, которую даже на треть не смог заполнить. И в итоге сидит перед нами, побежденный и уничтоженный. Мы потеряли... 250 тысяч долларов на ивенте. Как это обычно работает, для тех, кто не в курсе, когда мы рассчитали за все расходы ивента, все минималки вроде трансляции... Откручение, что у нее там синяк. Жена избила и заставила видос записывать. Отеля, перевозок и все такое. Когда все это оплачено, тогда мы начинаем выплаты на благотворительность. К сожалению, мы даже не вышли в ноль. Мы просили на 250 тысяч долларов. Я глупо полагал, что... Успех прошлого года будет... Минимумом. Минимумом для того, что будет в этом году. И это было ложью. Много мыслей. Я думал, окей. У нас больше бойцов, больше ютуберов. Это должно продать больше билетов. Мы пригласили больше гостей. Это должно было продать больше билетов. Мы делаем это во второй раз. Больше людей будет знать. Это продаст больше билетов. Но мы заработали в два раза меньше, чем в прошлый раз. Ну, потому что тебе надо было пытаться договариваться с крупными ютуберами. Как бы на мелких ютуберов мало аудитории придет. То же самое, что, я не знаю... Нас звать на такие мероприятия. Или же звать там какого-нибудь Майни. Или еще кого крупнее. Там Юлика, допустим. Да просто на крупных придут даже те, кто... Они слышали, но их не подписан. Ну да. И не смотрят их постоянно. 50 тысяч против 100 в прошлом году. Так что я был неправ. И мне очень стыдно. Потому что... Многие люди... Доверяли мне и нашей команде. Чтобы, ну... Защитить ивент, защитить фонды и вообще все. Это особенно плохо ощущается, ведь это не обычный бизнес, где... Это личная потеря. И я такой, ой, я не очень в бизнесе и просто могу уйти. Все другие бойцы надеялись, что их собственные фонды получат поддержку за их тяжелую работу. Но мы никак не были готовы к пиратству и тому, что в итоге произошло. Я пытаюсь учиться. В этом году у меня много проблем. И моя стратегия в дальнейшем пути... Просто быть полностью... Откровенны во всем. Еще раз, это сложно. Обычно я бы все держал в себе, но мне надо... Как-то высказаться, рассказать вам, что как. Потому что иначе я просто сгнюю изнутри. И понимаете, мне жалко Айдабза, потому что всегда печально видеть, как твой кумир прошлого потерял все и упал на самое дно. Только вот непонятно, с кем он сейчас говорит. Кому он хочет высказаться? Ведь Иэн систематически отталкивал от себя свою старую аудиторию. Делал вид, что он стал лучше. Сел на свою белую лошадь и смотрел на всех остальных своих... Белая лошадь, это Сэм? Пока. Даже его попытка измениться и быть лучше, как человек, выглядела неискренне. Ведь всем понятно, что он просто пытался адаптироваться к новой эпохе цензуры. Но он перестарался и по итогу остался один. Весь тот путь, вся эта история привела к тому, что мы все, как сообщество, можем усвоить важный урок. Люди могут меняться, но это не происходит за секунду. Нужно помнить и ценить свое прошлое. Хорошее и плохое. И двигаться дальше в будущее. Просмотры Иэна упали на уровень до контент-копов, и он стабильно падает дальше. Выложенная им запись, креатор Clash 2 не смогла собрать даже 300 тысяч просмотров. О прошлом с десятками миллионов на видео можно даже не мечтать. Теперь он делает зумерский контент на регулярной основе, который так или иначе снабжает его средствами на жизнь. Сейчас Иэн по большей части пропал из инфополя, стримит World of Warcraft и делает подкаст со своей женой, который редко набирает даже 10 тысяч просмотров. Ведь никому больше не интересна личность Айдабза. Айдабз сдулся, потерял душу и теперь просто остается в интернете по привычке. Можно сказать, что его карьера подошла к концу и вечной стагнации ниже уровня моря. Вряд ли он захочет создавать еще какой-то проект, ведь к нему как к менеджеру больше нет доверия, и его участие плохо для репутации. Что иронично, карьера Сэма Хайда продолжает расти благодаря Иэну. Каждое поражение Иэна дает Сэму огромный прирост подписчиков и почитателей. И можно винить Сэма Хайда за то, что он так сильно использует Иэна, но не стоит забывать, что именно Иэн изначально захотел использовать Сэма, желая получить свою маленькую победу и вернуть репутацию уничтожителя на ютубе. Если Иэн так сильно не хочет ассоциироваться с Сэмом, то почему на его канале все еще лежит документалка, собирающая миллионы просмотров и пиарящая Сэма? Последней хотя бы что-то значащей темой была свадьба Макс Мофо. Все пацаны из видосов Филси Фрэнка собрались... О многоходовочке, что на самом деле все, что происходит, короче, с Сэмом это проект Сэма Вайдамс. Не думаю, хотя... И он с этого что-то имеет. Это уже... Я бы не стала этого исключать. Это, по-моему, слишком СПГС. Поздравить товарища все нашли время. Даже Джордж специально устроил свое музыкальное турне так, чтобы выгадать один день на свадьбу, что стоило ему кучи потенциальной прибыли от билетов. Они встали в том же порядке, что и столько лет назад, во время съемок тех самых видео. Но заметьте, что кого-то тут не хватает. Да, они... А кого не хватает? Так же пять челов, не? Вместо Айдабза другой чел стоит. А, ну да. Я же смотрю такой, думаю, Айдабз, не Айдабз. А вроде нет, да нет. Или да. Они заменили Айдабзом другого чувака в очках. Но это не потому, что они не хотят больше общаться с Иеном. Он был приглашен. Просто сказал, что у него есть дела поважнее в США. При этом во время свадьбы было залито еще больше видосов и никому не нужных подкастов. Многие спекулируют, что это из-за того, что у его жены была назначена огромная татуировка на спину. И тайминги, в принципе, совпадают. Но подтверждение... Ну, видимо, ему они были все-таки не такими друзьями, раз он так легко на них хуй забил. Но опять же, да, а есть люди, которые вот так вот просто пропадают в отношениях и исчезают. Но тут дело не в том, что женщина появилась. А дело в том, что сам человек по себе такой, в принципе. Некоторые потом возвращают жизнь на круге своя, а некоторые так и остаются, меняют полностью круг общения. Ну, это их выбор. С этим ничего не поделаешь. Они удачливые люди, ведь получили лучшую работу на свете, где ты можешь творчески выражать свои мысли, свое мнение и развлекать людей. Это нужно ценить превыше всего и никогда не воспринимать как данность. Когда ты идешь против своей аудитории, когда считаешь себя лучше остальных, не стоит забывать, что именно эти люди привели тебя туда, где ты есть сейчас. Но, по итогу, огромное спасибо за просмотр. Это видео заняло слишком много времени и каждый ваш лайк, комментарий, подписка или просто рекомендация товарища будет безумно важна, чтобы больше людей заценили это видео. Я хочу выразить свою огромную благодарность, что вы вытерпели этот час и выслушали эту историю, которая... В нашем случае вы вытерпели и два часа дополнительный дух... С половиной? Ну, нет, два часа примерно. Чуть-чуть больше, чем два часа. Нашей духоты. Что поделать? Ну, типа, я не знаю, да. Может быть, с его стороны было и странно открещиваться. Ну, раз он захотел, и его это устроило, и ему было нормально, видимо, ну, его выбор. С этим ничего не поделаешь. Аудитория есть аудитория, а то, что было, ну, да, как бы, смысл пытаться это забыть и открещиваться от этого. Это как бы факт, ты этим занимался, это было в твоей жизни, это само по себе сделало тебя тобой. Зачем пытаться от этого открещиваться, я не очень понимаю. А насчет того, кто там что-то на него повлиял, у меня минимум две подруги были, с которыми мы дружили с детства, у которых паттерн поведения всегда был один. И, наступая в отношения, они пропадали из поля зрения и общались с друзьями молодого человека. А если до них было не дозвониться, не достучаться, когда они расставались, или у них был какой-то перерыв в отношениях, они снова возвращались, звонили, писали, звали гулять и т.д. и т.п. Так вот, меня это триггерило, но однажды я сама поступила так же, и как оказалось, можно так сделать и ни о чем не пожалеть. Весь мой старый круг общения сделал до свидания из моей жизни. Последнюю ушла одна из таких подруг, потому что ее отношения на мои отношения дали минус наше с ней отношения. В итоге я здесь. Я ни о чем не жалею. Кто там на что повлиял, уж думайте сами, но, допустим, токсичные отношения бывают не только с партнерами любовными, токсичные отношения бывают и с друзьями. Вот человек, который помог мне из токсичных дружеских отношений вывести себя. Так что я думаю, что человек сам тоже на такие вещи влияет немало. Ну, по факту, мои друзья стали нашими друзьями, потому что все друзья, с кем мы дружим... Но они уже не были для меня, никто из них не был таким близким другом, уж извини. Ну, это я понимаю, как бы. Ну, я ничего и не говорю. Суть в том, что твои подруги минуснулись сами собой. Ты не пыталась от них откреститься, ты пыталась с ними общаться. Просто в какой-то момент они такие... Я просто забила, понимаешь? Мы еще как-то виделись, как-то общались, потому что я пыталась. Да? А потом я просто забила, и со стороны это может выглядеть так, что я задрала нос и перестала с ними всеми общаться. Потому что они для меня, типа, все стали второго сорта, но это совершенно не так. А Гигук? Ну, у Гигука другая история. Мы и говорим, что дело не в отношениях, а дело в самом человеке. Но насчет того, что эта история спорная, я согласен. Здесь сложно делать выводы, потому что там все это только в интернете, все это видно в интернете. А что там на самом деле, знают только они сами. Но я, допустим, насчет меня можно подумать, типа, что, о, вот, я там перестал общаться с кем-то или общаюсь реже. Я ни с кем не перестал общаться, просто реже у меня получается это делать. И иногда это не отношения, иногда это работа. В моем случае это вы. Потому что я очень много времени трачу, и в основном, основное мое время тратится на дом Настю и на YouTube. На стримы и прочее. И с друзьями у меня получается очень редко видеться. Но и у друзей тоже есть работа. И когда я могу, они не всегда могут. Это нормальная взрослая жизнь еще относительно. Но тем не менее, я со всеми, как бы, стараюсь держать связь. И периодически общаемся и видимся. Я теряю интерес к людям, в отношении с которыми выясняется, что я для них значила гораздо меньше, чем они для меня. И в таких случаях на меня как будто уши от воды холодной выливаются. И я тоже, ну, я пытаюсь устраниться от этого дела, потому что для меня это слишком болезненно. И вот так вот. Спасибо за просмотр. И увидимся. Спасибо за просмотр.